Налогу на добавленную стоимость Конечно, прежде всего хочется отметить, что никаких глобальных изменений в порядке исчисления налога на добавленную стоимость 2010 год не принес В основном все внесенные поправки носят локальный характер То есть они предназначены тем плательщикам, которые либо осуществляют какой-то конкретный вид деятельности, либо выполняют некоторые конкретные операции Однако из всех, конечно, поправок можно выделить две, которые имеют наиболее общий характер И внесены они были 318 федеральным законом от 17 декабря 2009 года Первая основная поправка Она была направлена на то, чтобы каким-то образом скорректировать, а точнее снизить те негативные последствия, которые возникают у налогоплательщиков, если они используют счета-фактуры, заполненные с нарушением требований, предусмотренных налоговым законодательством Я напомню, что согласно пункта 1 статьи 169 именно счет-фактура является тем основным документом, который дает возможность плательщику заявить свое право на налоговый вычет И, в общем-то, те реквизиты, которые обязательны заполнению к счете-фактуре, мы с вами увидим в пунктах 5, 5, 1 и 6 той же самой 169 статьи Налогового кодекса Более подробный порядок заполнения отдельных показателей, впрочем, как и сама форма счета-фактуры, приведены в приложении к правилам, утвержденным постановлением номер 914 Такое пристальное внимание к порядку заполнения строк и граф-счета-фактуры были продиктованы тем, что до 1 января 2010 года Налоговый кодекс содержал достаточно жесткую норму, закрепленную в пункте 2 статьи 169 Вот согласно этому требованию, по счетам-фактурам, которые заполнены были с нарушением требований, установленных пунктами 5, 5, 1 и 6, налогоплательщику были вправе отказать в применении на тех самых налоговых вычетах Мы, конечно, понимаем, что именно от правильного заполнения реквизитов в этой связи зависела возможность заявить налоговый вычет, то есть отразить соответствующую сумму налога в налоговой декларации И если мы проанализируем всю многочисленную практику применения счетов-фактур и те разъяснения, которые представляли Минфин и налоговое ведомство за все прошедшие годы То можно уверенно сказать, что по поводу каждой строки и каждой графы счета-фактуры существует бесконечное множество различных комментариев и разъяснений Ну, например, мы с вами знаем, что достаточно пристальное внимание на протяжении длительного времени уделялось такому реквизиту, как наименование поставляемых товаров Очень долго Минфин и налоговое ведомство давали разъяснение, что если в наименовании товара мы используем иностранные слова, аббревиатуру, латинские буквы, какие-то цифровые обозначения То мы можем говорить, что такие счета-фактуры заполнены с нарушением установленного требования Последнее время наиболее активно Минфин стал обращать внимание на порядок заполнения этого реквизита, если речь идет о выполнении работ или об оказании услуг Наверное, все помнят многочисленные письма Минфина, в которых финансовое ведомство указывало, что если в наименовании такого счета-фактуры мы с вами напишем, что это выполнение работ по договору номер такой-то от такого-то числа То мы нарушили общий порядок заполнения счета-фактуры, потому что налоговый кодекс требует от нас, чтобы в счете-фактуре мы с вами представляли описание выполняемых работ Естественно, организации-подрядчики, которые выполняют строительно-монтажные работы, были очень озадачены тем, как же те многочисленные работы, которые они выполняют согласно смете, прописать в этом поле счета-фактуры Однако, если обратить внимание на следующее разъяснение в письме от 7 сентября 2009 года номер 3-1-11-708 То, разъясняя порядок заполнения счета-фактуры в этом случае, Минфин, например, просто рекомендовал нам указывать, что выполняются строительно-монтажные работы по реконструкции, например, аэропорта в городе Хантамансийске Согласно договору подряда номер такой-то от такого-то числа То есть мы с вами видим, что, в общем-то, наверное, Минфин требует от нас только каким-то условным образом соблюсти требования налогового законодательства То есть каким-то образом хотя бы немножко расширить то наименование, которое мы по выполняемым работам указывали в счете-фактуре Кстати, одно из последних писем также связано с правилом заполнения этого же самого наименования Если речь идет о лизинговых операциях Точно так же Минфин нам говорил, что если в таком счете-фактуре мы с вами в качестве наименования указываем лизинговый платеж То мы неправильно заполняем соответствующий ликвизит счета-фактуры А значит, следствием будет являться отказ в применении налогового вычета А как же следует в этом случае заполнять это наименование? Опять же, согласно комментариям Минфина, следует указать, что это услуги по финансовой аренде лизингу за такой-то период И дальше уже дать ссылку на конкретный договор То есть, согласитесь, наверное, столь жесткие требования отчасти носят несколько формальный характер Но, тем не менее, последствия от таких неправильных действий в части заполнения достаточно велики Между прочим, именно благодаря правильности заполнения такого реквизита, как дата выставления счета-фактуры Появился целый ряд достаточно грозных писем Минфина Ну, например, одно из последних от 17 сентября 2009 года номер 03-07-09-48 В соответствии с которой Минфин пришел к такому выводу Что если у плательщик имеет на руках счет фактуру, который выставлен ему поставщиком за пределами пятидневного срока А я напомню, что согласно статье 168 Налогового кодекса Счета-фактуры должны выставляться не позднее пяти календарных дней с даты отгрузки товаров, работ, услуг Или с даты получения предоплаты То вот по таким счетам-фактурам будет отсутствовать право на налоговый вычет Казалось бы, статья 168, вот этот дисциплинарный период для выставления счета-фактуры Никакого отношения к реквизитам заполнения счета-фактуры А значит, к жесткому требованию статьи 169 В никакой связи здесь мы с вами найти не сможем Но, тем не менее, мотивация такого письма Минфина была следующая Раз счет-фактура содержит такой реквизит, как дата выставления То если счет-фактура оформлен за пределами календарного, пятидневного календарного срока То таким образом неправильно заполнен именно такой реквизит, как дата выставления А значит, отсутствует право на налоговый вычет Хочу даже напомнить, что очень много писем, разъясняющих И связано с правильностью заполнения строки второго счета-фактуры И на настоящий момент наши нормативные документы В отношении правильности заполнения этого реквизита Содержат достаточно противоречивые сведения Строка вторая счета-фактуры в данном случае Это указание продавца товаров, работы, услуг Налоговый кодекс в статье 5 требует указывать в этой строке наименование продавца Не уточняя, каким образом это наименование там должно содержаться В то же время, если мы откроем состав показателей счета-фактуры В правилах, утвержденных постановлением номер 914 В редакции, которая вступила в силу после 9 июня 2009 года То есть в редакции 451-го постановления правительства То мы там увидим, что согласно этим правилам В строке второй должно указываться и полное, и сокращенное наименование продавца Понятно, что когда эта поправка появилась в постановлении Это вызвало определенное удивление у налогоплательщиков Мы же прекрасно понимаем, что указав теперь во второй строке только одно из наименований Мы тем самым можем лишиться у покупателя права на налоговый вычет Однако в последующих разъяснениях и Министерство финансов, и налоговое ведомство уточнили Что поскольку все-таки налоговый кодекс таких жестких требований К заполнению строки второй не содержит То в общем-то будет вполне справедливо указывать в этой строке или полное, или сокращенное Или и то, и другое наименование И в любом случае счет фактуры будет заполнен правильно Однако еще раз обращаю ваше внимание Что несмотря на такие разъяснения Два важных нормативных документа Налоговый кодекс и постановление 914 Содержат разные информации относительно правильности заполнения этого реквизита Согласитесь, очень много всегда вопросов возникает В отношении правильности заполнения таких реквизитов, как грузоотправитель и грузополучатель То есть наименование и почтовый адрес Очень много вопросов и спорных ситуаций Всегда связано с необходимостью указания номера платежно-расчетного документа Кстати, хочу обратить ваше внимание Что и Минфин, и налоговое ведомство настаивают на том Что эта пятая строка счета фактуры В обязательном порядке должна быть заполнена в том случае Если покупатель перечислял поставщику некую сумму предоплаты И в этом случае строка должна заполняться как в счетах фактурах на предоплату Так и в счетах фактурах на отгрузку Причем делать это надо вне зависимости от того В одном или в разных налоговых периодах Происходят события получения предоплаты и отгрузка Единственная ситуация, в которой Минфин разрешает не заполнять эту строчку Связана с тем событием, когда и предоплата, и отгрузка Проходят в течение одного дня Это письмо от 30.03.2009 года, номер 03.07-09, дробь 14 Если мы внимательно проанализируем всю практику применения счета фактуры И действия вот этой нормы пункта 2 статьи 169 То можно прийти к неутешительному выводу Что отказ в праве на применение налогового вычета Очень часто связан не с тем, что действительно реквизиты счета фактуры заполнены совершенно неправильно А с тем, что счет фактуры имеет некие незначительные помарки или недочеты В заполнении тех или иных реквизитов Ведь по большому счету вся судебная практика свидетельствует о том, что последнее время налоговые органы стали злоупотреблять этой нормой права Отказывали плательщику в вычетах на основании, например, того, что в адресной части после указания улицы не стоит аббревиатура дом или дэс точкой А просто через запятую указывается номер Как ни странно, одним из поводов для отказа в налоговом вычете, например, послужил тот факт, что при распечатке бланка счета фактуры В правом верхнем углу, в котором содержится ссылка на нормативный документ, утверждающий эту форму В свое время, после внесения поправок в правило, утвержденное 914-м постановлением, не было в скобочках указано, что это постановление действует в редакции постановления номер 451 Понятно, конечно, что эта дополнительная информация никакого отношения к форме счета фактуры, к реквизитам счета фактуры не имеет И тем не менее, вот как ни странно, и это послужило поводом к отказу в применении налогового вычета Наверное, уже очень испуганные плательщики стали задавать Минфину и такие вопросы А не является ли, например, нарушением порядка заполнения и тем самым основанием для отказа в налоговом вычете Если в адресной части, когда мы с вами указываем город, улицу и дом, который, в принципе, например, если это связано с адресом продавца Мы с вами будем указывать следующее В учредительных документах у нас, например, написано город, Москва, улица, Тверская, дом 10 А мы в счете фактуры укажем Г.Москва, Ул.Тверская, Д.10 Ведь формально говоря, такое указание адреса тоже не соответствует напрямую учредительным документам Но здесь в одном из своих писем, письмо от 9 ноября 2009 года, номер 03-07-09-57 Минфин разъяснил, что поскольку такое сокращение является общепринятым, то никаких негативных последствий у плательщика не будет Кроме того, например, очень часто возникал вопрос в свете, опять же, новой редакции правил, утвержденных 914-м постановлением О возможности указания, например, в таких строках, как грузоотправитель и грузополучатель В случае выполнения работ и услуг, ну, например, наименования продавца и покупателя А связано это с тем, что новая редакция правил говорит нам о том, что если речь идет о выполнении работ или оказании услуг То в этих строках надо ставить прочерк Конечно, и раньше Минфин пояснял, что применительно к работам и услугам именно так следует заполнять данные строчки Но после того, как эта норма появилась непосредственно в постановлении, налогоплательщики стали переживать Что не будет ли теперь как раз нарушением порядка заполнения счета фактуры, если вместо прочерка они укажут наименование Хотя до этого момента всегда Минфин говорил, что счет фактуры должен содержать обязательные реквизиты Если мы вносим в счет фактуру какие-либо дополнительные, то они, по сути, счет фактуры не портят И, в общем-то, к радости налогоплательщиков, несмотря на новую редакцию, в письме о 24 июля 2009 года номера 03-07-09-33 Минфин, в общем-то, подтвердил незыблемость этого подхода Вот все эти проблемы, которые были связаны со счетами фактурами, привели к тому, что очень часто высшая судебная инстанция Есть определение высшего арбитражного суда, стали обращать внимание на то, что мелкие недочеты и неточности в заполнении счетов фактур Не должны приводить к таким серьезным негативным последствиям, как лишение покупателя права на налоговый вычет И, видимо, проанализировав складывающуюся арбитражную практику, законодатели решили несколько смягчить эту жесткую норму, которая содержалась в налоговом кодексе Конечно, вариантов того, как следует смягчить налоговый кодекс, было множество Из всех предлагаемых, например, мне понравился проект, который внесли законодатели Кировской области Они предлагали указать, например, в 169-й статье, что основанием для отказа в налоговых вычетах может служить только грубое нарушение порядка заполнения счета фактуры Естественно, тут же давались комментарии, а что следует в этом случае считать грубым нарушением? И кировские законодатели предлагали, под грубым нарушением понимать либо отсутствие вообще каких-либо показателей в счете фактуры Либо указание заведомо ложных сведений, очевидных для покупателя при получении такого счета фактуры Понятно, почему эта поправка не увидела свет? Да просто потому, что, согласитесь, для того, чтобы использовать вот такую редакцию, нам сначала надо было скорректировать понятийный аппарат То есть внести в наше налоговое законодательство понятие уголовного законодательства, что есть такое сообщение и указание заведомо ложных сведений Ну а теперь мы вернемся как раз к 318 федеральному закону Что же сделал этот закон в части корректировки этой нормы? С 1 января 2010 года пункт 2 статьи 169 стал звучать в другой редакции Теперь здесь указано, что не могут служить основанием для отказа в налоговых вычетах Те счета фактуры, те ошибки или недочеты в счетах фактурах, которые не препятствуют налоговому органу в ходе проведения проверки Идентифицировать продавца, покупателя, наименование поставляемых товаров, работ, услуг, их стоимость, ставку налога и, соответственно, сумму исчисленного налога Но, казалось бы, в общем-то, такая положительная поправка должна вызвать большую радость у налогоплательщиков Теперь, наверное, не будет иметь столь большого значения правильность заполнения таких реквизитов Как грузоотправитель, грузополучатель, неправильное указание даты счета фактуры И, тем не менее, хочу обратить ваше внимание, что, наверное, большой такой оптимизм в отношении новой редакции все-таки разделять не стоит И связано это с тем, что если мы посмотрим на первый абзац той же самой статьи 169 пункта 2 Что мы увидим там? Что по-прежнему законодатель требует и пишет нам о том, что основанием для налогового вычета Могут служить только счета фактуры, заполненные в соответствии с требованиями пункта 5, 5, 1 и 6 То есть новая редакция статьи 169 не позволяет налогоплательщикам не заполнять или некорректно заполнять, как и ранее, определенные реквизиты счета фактуры Конечно, такая новая редакция, возможно, позволит нам чаще обращаться в суд за защитой своих интересов И теперь, если у нас возникнут какие-то споры с налоговым органом, наверное, мы теперь наши споры переведем из такой плоскости, как правильно, неправильно, немножко в иную плоскость Препятствует это к установлению тех реквизитов, которые предписывает налоговый кодекс или не препятствует? Но еще раз обращаю внимание, что даже новая редакция пункта 2 статьи 169 не позволяет нам каким-то образом игнорировать те жесткие требования к заполнению реквизитов счета фактуры Которые содержат и налоговый кодекс, и правила, утвержденные в 914 постановлении Но говоря о порядке применения все-таки новой нормы, хотела бы обратить внимание, что, в общем-то, первый отклик на такую новую редакцию уже появился Я уже говорила вам, приводила в качестве примера, когда в отношении лизингового платежа Минфин указывал, что если в счете фактуре в наименовании мы с вами отметили лизинговый платеж, что такой счет фактура заполнен с нарушением требований Теперь в письме Минфин немножко смягчает свою установку и говорит, что вот после того, как была внесена поправка в законодательство, в общем-то, он теперь не считает, что основанием для отказа в вычете будет именно такая формулировка в счете фактуры То есть теперь, в общем-то, можно спокойно указывать там и наименование, такое, как лизинговый платеж Еще раз обращу ваше внимание, что закон этот от декабря 2009 года и опубликован он был в конце декабря Значит, в принципе, по общему правилу, вступить в силу он должен был бы через месяц после опубликования, но не ранее следующего налогового периода То есть новая норма должна была бы появиться в кодексе, начиная со второго квартала 2010 года Но в самом законе содержится специальная ссылка на то, что вот такая новая редакция пункта 2 статьи 169 должна применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2010 года Это одна из первых и наиболее важных поправок Вторая очень важная норма, которая появилась тоже благодаря 318 федеральному закону, связана с порядком возмещения сумм налога на добавленную стоимость Я напомню, что и в том случае, если у нас сумма налоговых вычетов превышает в декларации сумму исчисленного к уплате налога То в этом случае мы с вами заявляем эту сумму налога в первом разделе декларации к возмещению И тогда начинает работать механизм, предусмотренный статьей 176 Налогового кодекса Согласно которой налоговый орган подтвердить наше право на возмещение должен только после проведения соответствующей камеральной проверки И вынесения соответствующего решения, подтверждающего наше право на возмещение Мы также с вами помним, что для проведения такой камеральной проверки налоговому органу предоставляется 3 месяца Да, это пресекательный срок, то есть за пределами 3 месяцев камеральная проверка происходить не должна Но, как правило, может она проходить, конечно, быстрее Но, согласитесь, как правило, налоговый орган не проводит эту проверку в течение недели или месяца Как правило, соответствующие решения мы с вами как раз и получаем по истечении этого 3-месячного срока Так вот, фактически получается, что заявляя такую сумму налога к возмещению, воспользоваться этой суммой мы с вами можем только по истечении 3-х месяцев Конечно, в условиях, так и в непростых финансовых условиях, которые сейчас существуют Возникла мысль о том, что, может быть, имеет смысл предоставить возможность налогоплательщику сразу получить возмещаемые суммы То есть распорядиться этими суммами возмещения, а уже после этого проводить камеральную проверку И вот тогда и появилась эта новая норма, которая появилась в статье 176 прим, которая предусматривает такой ускоренный заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость К чему он, по сути, сводится? Сводится он к тому, что, подавая такую налоговую декларацию, налогоплательщик тут же, ну, в течение 5 дней может подать соответствующее заявление о возмещении ему как раз вот этой суммы налога на добавленную стоимость Ну, естественно, дальше, в течение 3 месяцев, как и ранее, налоговый орган проводит камеральную проверку, в ходе которой, мы с вами помним, пункт 8 статьи 88, он вправе истребовать у нас любые документы, подтверждающие обоснованность заявленной суммы налоговых вычетов Значит, налоговый орган проводит эту трехмесячную камеральную проверку, а дальше, если по результатам этой камеральной проверки никаких претензий к налогоплательщику налогового органа нет Та сумма, которая была ранее возмещена, так у налогоплательщика и остается Если после проведения камеральной проверки налоговый орган видит, что есть какие-то нарушения в порядке в заявлении налоговых вычетов То есть, если налоговый орган приходит к выводу о том, что плательщику в вычетах надо отказать То в этом случае налоговый орган требует возврата тех денежных средств, которые были по заявлению до проведения камеральной проверки налогоплательщику перечислены Причем налогоплательщик будет обязан не только вернуть эти возмещаемые суммы, но и заплатить суммы пени, которые исчисляются, исходя из удвоенной ставки рефинансирования Центрального банка. То есть, обратите внимание, речь идет о применении удвоенной ставки. Ну, понятно, что если вводится такая норма, то каким-то образом законодатель должен был защитить наш государственный бюджет, потому что если потом налогоплательщику придется возвращать эти денежные средства, государство должно иметь определенную гарантию того, что эти денежные средства будут возвращены. И поэтому в статье 176.1 предусмотрено в новой статье, что таким правом на возмещение могут пользоваться две категории налогоплательщиков. Ну, первая категория налогоплательщиков – это налогоплательщики-организации, которые за три предшествующих календарных года заплатили совокупную сумму налога, включая налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых, то есть кроме тех налогов, которые уплачиваются в связи с ввозом товаров, перемещением товаров через таможенную территорию. Так вот, плательщики, которые за три года заплатили в бюджет налогов не менее 10 миллиардов. И вторая категория – это все остальные налогоплательщики, которые могут воспользоваться таким заявительным порядком при наличии банковской гарантии. Причем в этой же 176.1 статье приводится перечень требований, которые должны предъявляться и к банкам, которые будут выдавать такую гарантию. То есть перечень таких банков должен быть согласован. И, кстати, хочу отметить, что перечень банков, которые имеют возможность или право такие гарантии выдавать, уже размещен на сайте Министерства финансов. Есть тут требования и к самой банковской гарантии, которая в этом случае должна выдаваться. Значит, получается, что первая категория может пользоваться этой нормой безо всяких ограничений, а вторая категория только вот при наличии такой гарантии. Естественно, это вызывает некое такое недоумение у налогоплательщиков. Не очень понятно, почему такие блага для наших крупнейших плательщиков. Ведь их вроде бы не так много. Хотя Министерство финансов говорит о том, что на самом деле вот этих плательщиков, уплачивающих такие колоссальные суммы налога, примерно по всей Российской Федерации находятся где-то около 80. Вот такая норма в отношении заявительного порядка в налоговом законодательстве появилась. Кстати, воспользоваться таким заявительным порядком налогоплательщики могут вместе с подачей налоговой декларации уже за первый квартал 2010 года. Ну а теперь от поправок наиболее общего характера перейдем к таким локальным изменениям. Первый из таких изменений внес 287-й федеральный закон от 28 ноября 2009 года. Этот федеральный закон внес некие уточнения в действия тех организаций, которые являются управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами и иными специализированными организациями, которые предоставляют коммунальные услуги или услуги выполняют работы и услуги по содержанию или ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Так вот, для этих организаций с 1 января 2010 года оказываемые ими услуги освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость. Я не знаю, таких ли поправок ожидали и эти организации. Скорее всего, конечно, наверное, таким организациям хотелось бы, чтобы законодатель признал все те платежи, которые, собираемые ими с населения и проходящие через них в адрес поставщиков коммунальных ресурсов или подрядчика, выполняющих работы и услуги, скорее всего, просто хотелось бы, чтобы эти платежи были признаны транзитными и не включались в состав доходов и расходов, то есть не признавались бы выручкой от оказания соответствующих услуг и в силу этого не облагались бы налогом на добавленную стоимость. Но, однако, законодатель пошел по другому пути, признав, что в данном случае выручка есть, то есть услуги работы реализуются этими организациями. Другое просто дело, что эти операции освобождаются от налогообложения. Причем надо обратить внимание, что если речь идет об освобождении коммунальных услуг, то это те коммунальные услуги, которые оказываются соответствующими ресурсоснабжающими организациями. Если мы говорим о реализации работ услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, то норма кодекса говорит об освобождении только в том случае, если эти работы и услуги выполняются непосредственно подрядными организациями. Что это означает? Это означает следующее, что если для выполнения ремонтных работ, например, ТСЖ или управляющая компания привлекли подрядную организацию, то тогда при передаче этих работ непосредственно жильцам эта операция будет освобождена от налогообложения. Если какая-то работа, какой-то вид работы выполнен непосредственно управляющей компанией или ТСЖ, то будет работать общий принцип налогообложения. То есть эти работы и услуги, выполняемые такими организациями, будут облагаться налогом на добавленную стоимость по общему правилу. Вот разъяснение по порядку применения этой новой нормы достаточно подробное содержится в письме Министерства финансов от 23 декабря 2009 года номер 03-07-15-169. Вот все, о чем я здесь говорила сейчас, как раз в этом письме Министерство финансов и отметила. Кстати, мне хотелось бы сказать, что это письмо доведено, Министерство финансов было доведено до налогоплательщиков Федеральной налоговой службы 2 февраля 2010 года, то есть можно сказать, что этому письму был придан некий нормативный характер. И кроме того, есть еще одно интересное письмо, разъясняющее порядок применения этой нормы. Это письмо Министерства финансов от 12 марта 2010 года номер 03-07-14-18. И касается оно вот какой формулировки освобождения. Ведь, как я уже сказала, для того, чтобы воспользоваться нормой, эти работы должны выполнять, как написано в кодексе, непосредственно подрядной организации. Отсюда и возникал вопрос. Если, например, некие ремонтные работы для ДСЖ или управляющей компании выполняет подрядная организация, но выполняет не сама, а с привлечением субподрядчика, то работает ли в этом случае норма об освобождении? Ведь непосредственно сам подрядчик работы не выполняет. Так вот, комментируя эту норму, Минфишелл нужно посчитать, что вне зависимости от того, сам выполняет подрядчик или привлекает он субподряд на организацию, норма по освобождению все равно в этой части будет применяться. Естественно, сейчас надо обратить внимание этих организаций на то, что если, например, они поставляют коммунальные услуги, то есть выполняют освобождаемые от налогообложения операции, а ремонтные работы выполняют, например, сами, то у них возникают и облагаемые налогом и добавленные стоимости операции, и освобождаемые от налогообложения. А, следовательно, у таких организаций возникает необходимость введения достаточно сложного и трудоемкого раздельного учета. Ну и кроме того, в этом же самом 287-м федеральном законе отмечено, что согласно новой редакции статьи 162-й, в налоговую базу не будут включаться те денежные средства, которые получают такие организации для проведения в будущем текущего или капитального ремонта. Но, в общем-то, ничего нового в этой норме нет. Можно сказать, что и раньше, комментируя поступление таких денежных средств, и Минфин, и Федеральная налоговая служба говорили о том, что эти денежные средства, из которых как раз формируется резерв по текущий капитальный ремонт, налогом на добавленную стоимость облагаться не должны. Еще один важный федеральный закон 281-й ФЗ от 25 ноября 2009 года. Наверное, вы видели закон достаточно объемный. И, в общем-то, основная часть поправок, которые вносит этот закон, адресована главе 25-й, налогу на прибыль. Но затрагивает она и некие стороны исчисления налога на добавленную стоимость. Прежде всего, вносятся определенные нормы, которые корректируют порядок налогообложения, если речь идет об операции по реализации ценных бумаг, о сделках репо, о реализации финансовых инструментов, строчных сделок. То есть, уточнен порядок формирования налоговой базы по таким операциям, порядок ведения раздельного учета, в том числе клиринговыми компаниями. Это как бы специальные нормы. Кроме того, в федеральном законе номер 281 ФЗ есть и такая норма, такая поправка, которая вносится в статью 146, которая освобождает от налогообложения оказание услуг по передаче в безвозмездное пользование некоммерческим организациям государственного имущества на осуществление ими уставной деятельности. Есть еще достаточно интересные поправки, которые вносит этот же 281 закон. Касаются они новой редакции некой корректировки пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса. Например, в подпункте 15 до 1 января 2010 года у нас было отмечено, что освобождаются от налогообложения операции по предоставлению займа в денежной форме, ну и также оказание услуг по сопровождению такого денежного займа. То есть мы с вами хорошо понимали, что если предоставляются некие денежные заемные средства, то сами эти денежные средства, например, тот миллион займа, в принципе, они не являются объектом налогообложения в принципе. То есть мы не говорим о том, освобождаемая это или облагаемая операция, Это просто не объект, а освобождаются все эти услуги, которые непосредственно обеспечивают предоставление этого займа. Кстати, если мы с вами будем вести раздельный учет, то в пропорцию для ведения такого раздельного учета, когда будем сопоставлять стоимость отгруженных облагаемых и необлагаемых операций, в необлагаемые операции мы как раз с вами будем включать только услуги и не будем включать там само тело займа. Об этом Минфин, например, напомнил нам в письме от 2 апреля 2009 года номер 03-07-07-27. А вот с 1 января 2010 года эта норма уточнена, то есть освобождается от налогообложения не только операции по предоставлению займа в денежной форме, но и операции по предоставлению займа ценными бумагами, включая проценты, а также операции РИПО, ну и включая денежные суммы, которые подлежат уплате за предоставление ценных бумаг по таким сделкам по операциям РИПО. Еще одна очень интересная поправка. Тот же пункт 3, тот же самый 149-й статьи, но теперь уже под пункт 26-й. Этот подпункт связан с тем, что у нас освобождается от налогообложения операция по уступке прав кредитора по обязательствам, вытекающим из договоров по предоставлению займа и кредитных договоров, а также по исполнению заемщикам обязательств перед новым кредитором. Вот эта норма, в принципе, была введена с 2009 года в налоговый кодекс. С чем было связано ее введение? Дело все в том, что я напомню, у нас в числе объектов налогообложения, согласно статье 146-й, есть такой объект, как передача имущественных прав. Порядок исчисления налога и формирования налоговой базы, в том случае, если мы говорим об операциях по передаче имущественных прав, об операциях по уступке прав требования, достаточно подробно прописаны в статье 155-й налогового кодекса, но большей частью для тех уступок, которые вытекают из операции по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость. В этой связи возникал вопрос, а если уступается право требования, которое вытекает не из облагаемой реализации, а, например, из договоров взаима или кредитных договоров, надо вообще в этом случае исчислять налоговую базу, исчислять сумму налога или нет? И если следовать общей логике статье 146-й и общему порядку, то получалось, поскольку специальные нормы, которые бы исключали эту операцию из облагаемых нет, то, значит, если мы с вами уступаем право требования, например, вытекающие из договора займа, мы должны все равно формировать налоговую базу и исчислять налог по обыкновенной прямой ставке 18%. Ну, то есть, например, о чем идет речь? Предоставили займ, например, в качестве займа 500 тысяч рублей, наступил срок возврата, возврат не происходит. Мы уступаем новому кредитору право требования, вытекающие из этого договора. Ну, как правило, уступаем с убытком, например, за 300 тысяч рублей. И в этом случае получалось, что сомнительным является возможность неначисления в этом случае налога на добавленную стоимость, исходя из общего требования. Вот для того, чтобы каким-то образом эту спорную ситуацию разрешить, у нас и появилась с 2009 года норма в виде подпункта 26, которая сказала, что вот эта первичная уступка, вот этих прав, вытекающих из таких договоров, будет освобождаться от налогообложения. Как, впрочем, и прекращение обязательств заемщика перед новым кредитором. То есть, когда займ будет возвращен с этой положительной дельты в 200 тысяч рублей, новому кредитору тоже налог на добавленную стоимость уплачивать будет не надо. Вот когда эта норма появилась, в принципе, все обрадовались, потому что тот самый новый кредитор, где он тоже может не дождаться возврата заемщикам денежных средств и дальше уступить это право требований. И когда норма появилась, в общем-то, налогоплательщики решили, что это освобождение будет распространяться на всю цепочку по уступке этих прав, как у нового кредитора, так и у всех последующих. Однако в последующем письме, в письме, например, от 12 января 2009 года, номер 03-07-11-1, представители Министерства финансов разъяснили, что эту новую норму надо считать буквально, что от налогообложения освобождается только первичная уступка, то есть ту уступку, которую осуществляет первичный кредитор. И также не облагается налогом на добавленную стоимость прекращения обязательств только у нового кредитора, то есть у того нового кредитора, которому эта первичная уступка была осуществлена. А у всей последующей цепочки, в общем-то, налогообложение должно проходить по правилу, установленному пункту 4 статьи 155. То есть вся дальнейшая цепочка налогом на добавленную стоимость облагаться должна. Вот теперь для того, чтобы все-таки внести ясность в эту норму и освободить от налогообложения всю цепочку, если речь идет об уступке таких прав, и была внесена соответствующая такая точечная поправка в пункт 26. Вот теперь после 1 января 2010 года мы видим, что освобождаться будет уступка прав требования по всей цепочке, и также не надо будет исчислять налог на добавленную стоимость любым кредитором, перед которым будет исполнен заемщиком соответствующее обязательство. Кстати, если уже мы стали говорить о таких сложных договорах, как договорах цессий, и уже упоминали статью 155, мне хотелось бы еще раз обратить внимание на те разъяснения, которые в настоящий момент дают нам Министерство финансов в части налогообложения таких договоров. Прежде всего, конечно, я уже сказала, что статья 155, вроде бы нам достаточно четко разъясняет, как надо исчислять налог на добавленную стоимость, если мы говорим об уступке прав требований, вытекающей из договоров реализации товаров, работ, услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость. Но дело все в том, что пункт 1 этой самой статьи 155, которая как раз прописана для тех поставщиков, для тех, кто как раз эту операцию по реализации осуществил, вот этот пункт 1 прописан таким образом, что правильность его применения в настоящий момент является достаточно спорной с точки зрения позиции Министерства финансов и складывающейся судебной практики. О чем говорит пункт 1? Он говорит о том, что если поставщик уступает право требования, вытекающие из реализации, облагаемой реализации товаров, работ, услуг, то при уступке права требования налоговая база должна формироваться по общему правилу, и по общему правилу должен исчисляться налог на добавленную стоимость. Иначе при буквальном прочтении, как говорит нам Минфин, должны получаться следующие. Если, например, я как поставщик отгрузила товары стоимостью 100 рублей, и понятно, по ставке 18% начислила 18 рублей налога на добавленную стоимость, и, соответственно, заплатила эти суммы, отразила в декларации, буду уплачивать бюджет, то, уступая это право требования к покупателю, например, за 70 рублей, я должна буду еще раз в момент уступки этого права требования исчислить сумму налога на добавленную стоимость по прямой ставке 18%. То есть 70% умножить на 18 и соответствующую сумму налога заплатить в бюджет. То есть я, как поставщик, получается, должна буду заплатить налог дважды. Один раз со 100 рублей до сверху 18%, другой раз при уступке с 70-18% сверху. При этом Минфин подчеркивает, что никакого двойного налогообложения в данном случае не происходит, потому что в первом случае речь идет о таком объекте, как реализация товаров, а во втором случае речь идет о таком объекте, как передача имущественных прав. Вот таких писем появилось очень много. Одним из последних можно назвать письмо от 16 сентября 2009 года, номер 03-07-11-227, где как раз Минфин и настаивает на налогообложении налогом на добавленную стоимость по прямой ставке вот такой операции по первичной уступке. Согласитесь, это выглядит очень несправедливо. Тем более, что если то второе лицо, которое это право требования получило, будет его уступать в дальнейшем, то согласно пункту 2 статьи 155, этот новый кредитор, он как раз будет исчислять налог с разницей между ценой реализации этого права и ценой его приобретения. Значит, самое первое лицо поставщик нас оказывался в самой невыгодной ситуации. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что вот на это несоответственная норма налогового законодательства, наверное, обратили внимание все-таки и наши законодатели. Поэтому сейчас на обсуждение в Государственной Думу вынесен законопроект, согласно которому предполагается внести поправку в пункт 1 статьи 155, уточнив ее таким образом, что у нашего поставщика, у первичного кредитора, налогом на добавленную стоимость тоже будет облагаться только сумма превышения по аналогии с тем, как налог исчисляется для вторых и последующих кредиторов. То есть, значит, если наш поставщик, отгрузивший товары за 118 рублей, уступит потом право требования возврата денег покупателю, то есть оплаты покупателю за 80 рублей, понятно, налоговые базы и обязанности по исчислению налога на добавленную стоимость у него не возникнет. В принципе, согласитесь, что, как правило, первичная уступка и идет с убытком, потому что достаточно сложно представить себе ситуацию, когда найдется лицо, готовое купить право требования оплаты, причисление 118 рублей, например, за 150 рублей. Если только, конечно, нет какой-то заинтересованности в получении механизма влияния на покупателя или нет определенной взаимозависимости, то есть в общем случае можно сказать, что предполагаемое изменение освободит вот этого нашего поставщика, первичного кредитора, от налогообложения. Но опять же, подчеркну, норма эта сейчас находится только на обсуждении, и будем надеяться, что скоро 21 глава такую положительную поправку получит. И говоря уже о договорах цессии, мне все-таки хотелось бы обратить внимание на еще одно очень интересное письмо, поступившее совсем недавно. Это письмо Министерства финансов от 17 февраля 2010 года, номер 03-07-08-40. О чем это письмо? Как я уже вам сказала, если мы будем следовать существующим сейчас разъяснению Министерства финансов, то наш поставщик при первичной уступке должен будет начислить налог на добавленную стоимость по прямой ставке 18%. Значит, уступает он право требования получения отплаты от покупателя, оплаты от покупателя в размере 118 рублей за 70 рублей. Значит, по прямой ставке на 70 рублей он должен будет начислить налог на добавленную стоимость. Но посмотрите, вот этот новый кредитор, который приобрел право требования за 70 рублей, он же в принципе в дальнейшем может это право также продать, например, за 80 рублей. И тогда вот этот новый кредитор, согласно пункту второму, налог на добавленную стоимость будет исчислять с межценовой разницы. То есть разница между ценой реализации этого права и ценой его приобретения. То есть мы с вами понимаем, что исчисленная сумма налога на добавленную стоимость будет очень и очень мала. Но с другой стороны, от первичного кредитора, от поставщика, он получит, если тот поставщик на 70 рублей будет начислять налог по ставке 18%, он получит достаточно существенный входной налог и счет фактуру. И в общем-то, на случай возникает вопрос, а может ли этот кредитор на основании этого счета фактуры произвести налоговый вычет? И если мы обратимся к налоговому кодексу, то никаких запретов на применение у новым кредитором налогового вычета в налоговом кодексе мы с вами не найдем. С другой стороны, мы очень хорошо понимаем, что сам механизм исчисления налога с межценовой разницы не предусматривает входного возмещения налога. Получается некий парадокс. Исчислять налог он будет с межценовой, и с другой стороны, формально, нет запрета на то, чтобы он произвел вычет входного налога. Так вот, в этом письме Министерству финансов Минфин нам пояснил, что новый кредитор правом на вычет входного налога пользоваться не должен. Именно в силу самого механизма исчисления налога с межценовой разницы, именно в силу того, что норма законодательства говорит о том, что оплачиваемое им за это право требование, в том числе и налог на добавленную стоимость, является расходом на приобретение данного права. То есть участвует в расчете налоговой базы для исчисления налога. Так что достаточно интересное письмо, на которое, конечно, ваше внимание мне бы хотелось обратить. Ну и кроме того, конечно, не могу не назвать еще несколько федеральных законов, которые вносят уже совершенно точечные поправки. Это закон номер 368 ФЗ от 27 декабря 2009 года. Согласно этому закону, нашим экспортерам, то есть лицам, налогоплательщикам, которые применяют нулевую ставку, в течение 2010 года дано право на увеличение срока для сбора пакетов документов еще на 90 календарных дней. Я напомню, уже ранее 224 ФЗ аналогичная поправка вводилась. И у нас уже на 90 дней вот этот период, 180 календарных дней, были увеличены. Но напомню, это увеличение, согласно ранее введенному федеральному закону, действовало до 31 декабря 2009 года. Теперь этим 368 ФЗ это увеличение еще продлено на один год. То есть будет действовать до 31 декабря 2010 года. Но только обратите внимание, что будет применяться оно в отношении тех операций, то есть тех товаров, которые были помещены под соответствующий таможенный режим до 31 марта 2010 года. И еще один федеральный закон. Это закон номер 379 ФЗ от 27 декабря 2009 года. Но он касается операции по передаче имущественных прав уже теми организациями, которые непосредственно участвуют в подготовке и проведении Олимпийских игр в городе Сочи. Вот, пожалуй, все основные поправки, которые увидела 21 глава с 1 января 2010 года. Но кроме непосредственно тех изменений, которые были внесены в 21 главу, мне бы хотелось обратить ваше внимание еще на маленькую корректировку, теперь уже части 1 налогового кодекса, который, безусловно, каким-то образом затронет у нас и порядок исчисления налога на добавленную стоимость и порядок заявления налоговых вычетов. Мы же понимаем, что первая часть налогового кодекса как раз содержит те общие нормы, которые касаются вопросов налогообложения. Так вот, речь пойдет о новой редакции статьи 54, первой части налогового кодекса, которая вступила в силу с 1 января 2010 года. Статья 54 посвящена общим вопросам исчисления налоговой базы. Что же, в общем-то, нового появилось в этой статье в этом году? Я напомню, что в пункте 1 статьи 54 до 1 января 2010 года было указано, что если мы, налогоплательщики, обнаружили ошибки или искажения в исчислении налоговой базы, которая относится к прошлым налоговым периодам, то в этом случае мы с вами должны произвести перерасчет налоговой базы и суммы исчисленного налога за те самые периоды, в которых мы совершили эти ошибки. То есть та норма, которой мы все пользовались постоянно и понимали, что если мы сейчас обнаружили ошибку в исчислении налога, то понятно, что ошибку свою в бухгалтерском учете мы исправляем в период обнаружения, а вот с точки зрения наших взаимоотношений с бюджетом мы должны будем представить уточненную декларацию за тот самый налоговый период, в котором эта ошибка была допущена. И напомню, что до 1 января 2010 года в статье 54 приводилась еще одна норма, которая говорила о том, что если мы не можем с вами точно определить тот период, в котором такая ошибка была совершена, то в этом случае мы с вами перерасчет обязательств можем произвести в том налоговом периоде, в котором фактически выявлены эти ошибки и искажения. Честно говоря, наверное, за все предыдущие годы мало кто из платежчиков этой нормой пользовался, и мало когда налоговый орган соглашались с тем, чтобы ошибки прошлых периодов мы с вами исправляли в текущем. По сути дела, в глоритм наших действий, в том случае, если мы с вами неправильно исчислили налог, сводился к следующему. Если наши ошибки привели к занижению налога, то мы с вами, безусловно, были обязаны исправить, уточнить свои обязательства перед бюджетом и сдать уточненную декларацию за тот налоговый период, в котором мы эту ошибку допустили, и, соответственно, доплатить недостающую сумму налога в бюджет. Если мы с вами допустили ошибку, которая привела к излишней уплате налога в бюджет, то в этом случае мы с вами были вправе подать уточненную декларацию и уменьшить на основе этой декларации свои обязательства перед бюджетом. Мы были вправе. При этом мы должны были иметь в виду, что если мы подаем декларацию за пределами уже трехлетнего срока, то есть ошибка была совершена более трех лет назад, то, естественно, представить к тому декларацию уточненную можем. Однако наши обязательства перед бюджетом в сторону уменьшения уже скорректированы не будут. Что же поменялось сейчас? А с 1 января 2010 года в этом же самом абзаце пункта 1 статьи 54 появилось еще одно предложение, которое говорит следующее, что налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый период, в котором обнаружена ошибка, в том случае, ошибка, которая относится к предыдущим налоговым периодам, и в том случае, когда допущенная ошибка привела к излишней уплате налога в бюджет. Что это фактически означает? Что если, например, сейчас, в первом квартале 2010 года мы обнаружили у себя ошибку в определении налоговой базы и в исчислении налога, например, по операциям, совершенным в третьем квартале 2009 года, в результате чего по декларации за третий квартал 2009 года мы с вами заплатили в бюджет больше, чем должны были, то тогда получается, что мы с вами можем сдать уточненную декларацию за третий квартал 2009 года, а можем просто уменьшить свои обязательства по тем ошибкам 2009 года, сдавая декларацию за первый квартал 2010 года. Конечно, вот эта новая норма пока еще нуждается в серьезных комментариях и разъяснениях со стороны Министерства финансов, потому что мы с вами хорошо понимаем, что ведь у нас есть специальные нормы, установленные главой 25, которая нам четко говорит о дате признания доходов и дате признания расходов, ведь, например, с точки зрения исчисления налога на прибыль мы с вами хорошо понимаем, с чем может быть связана излишняя уплата налога в бюджет. Оно может быть связано с тем, что мы с вами, в общем-то, неправильно определили дату признания доходов, то есть отразили слишком много доходов, или мы неправильно с вами определили дату признания расходов и какие-то из наших произведенных издержек мы не признали в расходах причисления налога на прибыль. А применительно к налогу на добавленную стоимость мы с вами видим, что есть статья 167, которая очень четко говорит о вполне конкретном моменте определения налоговой базы. И значит, если мы говорим об операциях, осуществленных в 2009 году в третьем квартале, то, соответственно, определение налоговой базы должно производиться в третьем квартале. И, в общем-то, уточнение этих обязательств должно тоже относиться к третьему кварталу. То есть получается, что эта общая норма вступает в некое противоречие со специальными нормами, установленными в том числе и главой 21. Но если все-таки законодатель пошел по такому пути, по пути приоритета этой общей нормы, то применительно к налогу на добавленную стоимость это должно выглядеть таким образом. Ну, например, формируя отчетность за третий квартал 2009 года при определении налоговой базы, при формировании налоговой базы, ну, например, мы ошибочно счет фактуры на отгрузку дважды зарегистрировали в книге продаж. В результате этого наша налоговая база должна была бы, например, составлять 700 рублей. Ну, а поскольку мы, например, счет фактуру по отгрузке 100 рублей, зарегистрировав в книге продаж дважды, то, соответственно, наша база, например, составила не 700 рублей, а 800 рублей. И именно с этой базы по, например, ставке 18% мы исчислили соответствующую сумму налога. Значит, если сейчас в первом квартале 2010 года мы с вами обнаружили эту ошибку, то мы с вами, ошибку, которая привела к излишней уплате налога в третьем квартале, то мы с вами теперь можем поступить так. Если мы хотим, мы можем подать уточненную декларацию за третий квартал 2009 года, уменьшить налоговую базу и, соответственно, сумму исчисленного с этой базы налога. А можем просто взять и скорректировать налоговую базу текущего налогового периода. То есть, предположим, базы за первый квартал 2010 года у нас будут составлять 1 тысячу рублей. Значит, мы можем те 100 рублей излишне, включенные в состав налоговой базы в этом квартале, просто взять и отнять от базы первого квартала 2010 года. И налог исчислять уже не с 1000 рублей, а с 900 рублей. Вот, пожалуй, наверное, такой механизм вот эта новая редакция статьи 54. Такой механизм нам предлагает. Но с точки зрения налога на добавленную стоимость здесь возникает еще один очень интересный аспект, который затрагивает еще одну важную проблему исчисления налога, подлежащего уплате в бюджет. Затрагивает порядок налоговых вычетов. О чем в данном случае я хочу поговорить? Дело все в том, что мы с вами понимаем, что статья 171 и 172 дают нам, плательщикам налога на добавленную стоимость, право на заявление налоговых вычетов. То есть заявление в составе вычетов сумм входного налога. И для того, чтобы это право мы могли с вами реализовать, у нас, в общем-то, налоговый кодекс предписывает выполнение целого ряда условий. То есть, напомню, мы должны иметь на руках счет-фактуру, заполненный в соответствии с действующим законодательством. Мы должны принять наше приобретение к учету. Наши приобретения должны использоваться, то есть и предполагаться к использованию в облагаемой налогом на добавленную стоимость деятельности. И вот в том налоговом периоде, когда выполняются все эти условия, дающие нам право на налоговый вычет, у нас с вами как раз это право и возникает. При этом мы с вами хорошо понимаем, что означает слово «право». Мы с вами можем заявить этот налоговый вычет, можем отказаться от его заявления. При этом мы с вами хорошо понимаем, что тогда отразить в составе расходов при исчислении налога на прибыль предъявленную сумму налога на добавленную стоимость мы с вами будем не вправе. Так вот, при выполнении всех этих условий право на налоговый вычет у нас возникает. И кроме того, налоговый кодекс говорит о следующем, что мы обратиться за возмещением налога можем в течение трех лет. Так вот, в сочетании двух этих норм как раз и кроется самое спорное, существующая на наш момент ситуация, связанная с порядком заявления налоговых вычетов. Ведь, с одной стороны, есть конкретный период, то есть, когда выполнены все условия, когда возникает право. И есть норма, которая говорит о том, что воспользоваться мы можем возмещением в течение трех лет. Как же трактуют эти нормы сейчас налоговые органы и очень часто арбитражные суды? Но с точки зрения Минфины и Федеральной налоговой службы, в том самом налоговом периоде, в котором право возникло, мы должны с вами этим правом и воспользоваться, или от этого права отказаться. Но мы с вами не можем хаотично переносить этот налоговый вычет по любым налоговым периодам в зависимости от того, как нам хочется или как нам удобно. То есть, если, например, все условия, дающие нам право на вычет, сложились в четвертом квартале 2009 года, то эта сумма вычета должна быть в декларации за четвертый квартал 2009 года и отражена. Если мы с вами отказались от права, то, соответственно, в последующие налоговые периоды мы с вами этот вычет заявлять не можем. А как же тогда понимать норму о трех годах? А это будет означать примерно следующее. Не заявили мы вычет в четвертом квартале 2009 года, а, например, сейчас, в первом квартале 2010 года, мы с вами изменили свое решение и, в общем-то, решили воспользоваться правом на налоговый вычет. Тогда, согласно разъяснению Минфина и ФНС, мы с вами должны сделать следующее. Мы должны взять дополнительный лист книги покупок, но того периода налогового, к которому относится этот вычет, то есть дополнительный лист книги покупок четвертого квартала 2009 года, внести туда запись о соответствующем счете фактуре и подать уточненную декларацию за четвертый квартал 2009 года. Мы с вами не вправе заявить этот вычет декларации за первый квартал 2010 или за второй, в зависимости от того, что нам так удобнее. Мы понимаем, почему нам бы хотелось очень часто передвинуть такие налоговые вычеты. Ведь вполне возможна ситуация, когда, например, в четвертом квартале 2009 года сумма налоговых вычетов у нас превышает сумму исчисленного налога. И тогда, конечно, выводя по этой декларации сумму налога к возмещению, мы с вами понимаем, что мы попадаем на процедуру, которая прописана статьей 176, статьей 88 первой части налогового кодекса. То есть мы с вами должны пройти процедуру камеральной проверки, предоставить огромное количество документов, подтверждающих наше право на этот вычет. При этом мы с вами, например, анализируя ситуацию, видим, что в первом квартале 2010 года наши отгрузки будут велики, то есть выручка от реализации будет достаточно большой, и исчисленная сумма налога легко бы перекрыла налоговые вычеты и первого квартала, и вычеты четвертого квартала. И в этом случае, чтобы не попадать под камеральный контроль, нам было бы очень хорошо и удобно часть вычетов из четвертого квартала перенести на первый. В данном случае, насколько правомерно такое прочтение вот этих норм, о которых я говорила. И если мы анализируем складывающуюся арбитражную практику, то мы можем сказать, что, в общем-то, очень часто арбитражные суды позволяют налогоплательщикам переносить такой налоговый вычет на последующие налоговые периоды в течение трех лет. Почему они позволяют это делать? Да просто потому, что мы понимаем, что никаких негативных последствий от наших действий бюджет ощущать не будет. То есть, скорее наоборот, мы бы заявляли этот вычет в четвертом квартале, а так, в общем-то, мы даем возможность воспользоваться еще бюджетом, бюджетом воспользоваться нашими денежными средствами, перенося этот вычет на более поздние налоговые периоды. И я, в общем-то, анализируя практику, увидела, что достаточно устойчиво вот вся арбитражная практика идет по пути того, чтобы такой перенос поддерживать. Примером тому явилось, например, постановление Президиума Высшего арбитражного суда от 30 июня 2009 года, номер 692-09. Есть примеры аналогичных решений и других решений высших, и определений высших арбитражных судов. Но в конце 2009 года я обратила внимание на то, что арбитражная практика тоже не является столь однородной. Например, в определении Высшего арбитражного суда от 15 декабря 2009 года, номер ВАЗ-16-130-09, обратила внимание на то, что плательщик свое право на налоговый вычет должен все-таки реализовывать именно в том налоговом периоде, в котором соответствующее право у него возникло. Таким образом, мы видим, что вопрос о возможности переноса налоговых вычетов на более поздние налоговые периоды до настоящего времени законодательно не урегулирован. Кроме того, мне хотелось бы еще обратить ваше внимание на письмо Министерства финансов от 12 марта 2010 года, номер 03-07-08-65. В этом письме Министерство финансов, наверное, как никогда наиболее конкретно выразило свое отношение к возможности переносов, указав на то, что, в общем-то, правом на возмещение мы должны пользоваться в том налоговом периоде, к которому непосредственно относятся осуществляемые операции, то есть в том периоде, в котором у налогоплательщик возникает право на применение соответствующего налогового вычета. А теперь, почему я вспомнила об этой непростой проблеме в свете статьи 54-й? А дело все в том, что тогда возник такой вопрос, а не позволяет ли нам с 1 января 2010 года статья 54-я, теперь на законных основаниях, осуществлять такой перенос налогового вычета? Ведь согласитесь, если, например, в третьем квартале 2009 года мы не реализовали свое право на налоговый вычет, то есть вычет по декларации не отразили, то мы бюджет заплатили налога больше, чем могли бы. И теперь в первом квартале 2010 года, анализируя свои обязательства по третьему кварталу 2009 года, мы приходим к выводу, что мы, наверное, ошиблись в третьем квартале. И наша ошибка привела к излишней уплате налогов в бюджет. А раз так, то формально говоря, статья 54-я говорит, исправьте эту ошибку в текущем налоговом периоде. Значит, в этот налоговый вычет, право на который возникло в третьем квартале, мы с вами тогда заявим в первом квартале 2010 года. В текущем периоде исправив ту ошибку, по заявлению вычета, которую мы с вами допустили в декларации за третий квартал 2009 года. Но мне кажется, что в отношении налоговых вычетов этой нормы, наверное, пользоваться все-таки нельзя. Почему? Если мы с вами обратим внимание еще раз на саму статью 54-ю, то все-таки статья эта посвящена особенностям определения налоговой базы. Значит, возможность такого исправления все-таки соотносится с неправильным определением налоговой базы и с неправильным исчислением налога с этой налоговой базы. А если мы с вами посмотрим саму процедуру исчисления налога, подлежащего уплате в бюджет, то есть налога на добавленную стоимость, то она же у нас происходит немножечко иначе. Сначала мы с вами формируем налоговую базу, потом мы с нее исчисляем налог. И уже исчисленный налог мы вправе уменьшить на налоговые вычеты. Значит, если речь идет о корректировке базы и корректировке исчисленного налога, то это та процедура уточнения, которая происходит до заявления налогового вычета. Значит, получается, что эту норму можно применять, если мы с вами хотим уменьшить базу и сумму налога исчисленную с базы, но эту норму нельзя применять для того, чтобы переносить наши налоговые вычеты. Применительно к налогу на добавленную стоимость, конечно, это связано, сложность применения этой нормы еще связана с тем, что если мы с вами посмотрим главу 21, то понятие исчисленный налог мы с вами в 21 главе по сути встретим как раз дважды. Первый раз это непосредственно статья 166, когда мы формируем как раз базу и с нее исчисляем налог как процентную долю базы, то есть то, о чем я говорила, и то, что, наверное, нам позволяет корректировать статья 54. И второе упоминание об исчисленной сумме, когда мы пользуемся нормой статьи 173 и говорим о сумме налога, исчисленной для уплаты в бюджет, то есть та сумма налога, которая подлежит уплате. А это как раз уже тот налог, когда мы сумму исчисленного по базе налога уменьшаем на размер налоговых вычетов. Так вот, если просто применять этот термин с точки зрения подлежащего уплате в бюджет налога, то есть можно корректировать текущее обязательство, если мы излишне уплатили в бюджет налог без связи с налоговой базой, то тогда, конечно, перенос налоговых вычетов аргументировать 54 статьей можно. Но я еще раз подчеркну, с моей точки зрения никакого влияния на возможность переноса налогового вычета даже при всей позитивности введенной поправки статья 54 все-таки оказывать не должна. Она все-таки дает нам право только перерассчитать налоговую базу и пересчитать тот налог, который с этой базы мы с вами ошибочно или неправильно исчислили. Вот, наверное, все важные теперь изменения законодательства мы с вами разобрали. А теперь хотелось бы перейти к тем серьезным нормативным новым нормативным документам, которые у нас в последнее время появились. Конечно, самым важным нормативным документом у нас явился приказ номер 104 Н от 15 октября 2009 года, которым была утверждена новая форма налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. Конечно, новую форму декларации мы с вами ждали практически год. Необходимость ее появления была продиктована теми изменениями, которые вносились в налоговый кодекс начиная с 1 января 2009 года. Как я уже сказала, приказ Минфида датирован 15 октября. В тексте самого приказа содержится указание на то, что уже по новой форме налогоплательщики должны отчитываться уже за 4 квартал 2009 года, но вот с порядком вступления в силу этого приказа в общем-то на самом деле произошла достаточно интересная и неординарная ситуация. Дело все в том, что этот важный нормативный документ подлежит обязательной регистрации в Минюсте и обязательному официальному опубликованию. И только после этого этот приказ можно считать вступившим в силу. Приказ от 15 октября. Зарегистрировав в Минюсте этот приказ был в декабре 2009 года, а вот опубликован, сколь бы парадоксальным это ни казалось, он был 20 января 2010 года. То есть в последний день представление отчетности за тот самый налоговый период, начиная с которого эта новая форма налоговой декларации и должна была бы применяться. Понятно, что те плательщики, которые после новогодних каникул решили отчитаться перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость, были поставлены достаточно затруднительную ситуацию. По какой же форме налоговой декларации сдавать? С одной стороны уже есть приказ, есть бланки, есть во всех информационных ресурсах на сайтах Министерства финансов размещена новая форма налоговой декларации, а с другой стороны приказ не может считаться вступившим в силу, потому что не было официального публикования. Ясности не добавляли налоговые органы, потому что где-то на местах налоговые органы требовали представлять отчетность только по новой форме, где-то только по старой, где-то соглашались принимать или по той, или по другой, в зависимости от того, как удобно налогоплательщику. Теперь уже, когда с отчетностью за четвертый квартал все вопросы были решены, можно сказать, что, конечно, приказ этот вступил в силу с 21 января 2010 года, то есть со дня следующего, за днем официального публикования. Теперь уже точно, согласно разъяснениям Федеральной налоговой службы, это письмо от 20 января 2010 года, номер МН-22-3-33, можно сказать, что, начиная с 21 января, отчетность за четвертый квартал должна была представляться только по новой форме, то есть те налогоплательщики, которые опоздали с представлением декларации, должны были сдавать декларацию только по новой форме. Ну а самое главное, что если мы сейчас решим уточнить наши обязательства за четвертый квартал 2009 года, то есть подать уточненную декларацию, то нами сейчас уточненная декларация должна представляться только по новой форме, вне зависимости от того, по новой или по старой форме мы с вами представляли первичную декларацию. Кроме того, мне хотелось бы обратить внимание, что если мы с вами до 20 января представили декларацию по старой форме, налогового органа сейчас не вправе требовать у нас перепредставит декларацию уже по новой форме, ну, по своим внутренним каким-либо причинам. И, в общем-то, такие разъяснения в аналогичной ситуации в свое время давало Министерство финансов в письме от 4 марта 2009 года номер 03-02-07-1108. Кстати, теперь, когда у нас уже действует новая форма налоговой декларации, выяснился еще один очень интересный момент. Несмотря на то, что мы с вами так долго ждали эту декларацию, и так долго она вступала в силу, то есть фактически только с 21 ноября 2010 года, в тот момент, когда она уже вступила в силу, выяснилось, что отчасти она уже устарела, потому что в седьмом разделе этой декларации мы с вами не найдем коды для тех операций, которые по освобождению, которые были введены теми федеральными законами, которые я уже сегодня называла. Это освобождаемые операции по оказанию коммунальных услуг, по выполнению работы, оказанию услуг по содержанию ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Не нашла в новой форме налоговой декларации свое отражение и новая редакция подпунктов 15-х и подпункта 26-го, когда мы говорили с вами об освобождении операции по предоставлению займа или по уступке прав требования по договорам займа или кредитным договорам. И поскольку получается, что новая форма декларации в общем-то уже даже сейчас не может вместить последние изменения законодательства, Федеральная налоговая служба в письме от 24 февраля 2010 года, номер ШАЭС-22-3-131 разъяснила нам, как нам налогоплательщикам до того момента, пока в эту новую форму уже будут внесены соответствующие уточнения, то есть как и по каким кодам нам следует с вами отражать вот эти новые операции в седьмом разделе налоговой декларации. Но теперь несколько слов, конечно, о самой налоговой декларации. Если анализировать новую форму, то можно сказать, что в общем-то новая форма, основная направленность этой новой формы это приведение в соответствии декларации с налоговым законодательством. У нас изменился и титульный лист, в общем-то теперь он аналогичен титульному листу иных деклараций, декларацию по налогу на прибыль, декларацию по налогу на имущество. Если мы анализируем состав налоговой декларации, то есть количество разделов, то здесь можно сказать, что да, количество разделов тоже было сокращено, равно как и общее количество листов. То есть ведь когда вводилась декларация, одним из поводов для ее введения, помимо того, что надо было привести ее в соответствие, еще и был мотив такой, что декларацию нужно упростить и сократить. Но если вот с приведением в соответствии с законодательством мы сейчас будем это обсуждать, в общем-то, все было хорошо, отчасти хорошо, то вот с сокращением, наверное, декларации все произошло не так гладко. Да, количество разделов на два сокращено, но сокращено оно только за счет того, что один из разделов старой декларации, четвертый, просто перекочевал в приложение к третьему разделу. А два раздела декларации, шестой и восьмой, которые были посвящены налоговым вычетам при осуществлении операций, облагаемых по ставке 0%, были просто соединены, причем механически соединены в один, в пятый раздел. Вот за счет этого количество разделов и уменьшилось. А уменьшение количества листов опять связано с тем, что вот были совмещены два раздела и, что на мой взгляд, наверное, не очень приятно, связано с тем, что уменьшилось количество листов основного третьего раздела налоговой декларации. Казалось бы, это хорошо. Третий раздел, который раньше располагался на двух листах, теперь размещается на одном. Значит, наверное, должно уменьшиться количество показателей этого раздела. На самом деле, если проанализировать, то никакого уменьшения показателя не произошло. В общем-то, можно сказать, что мы просто сдвинули, уплотнили эту декларацию, разместив ее на одном листе. И, в общем-то, мне кажется, не очень будет приятно, если мы с вами посмотрим, то разъяснения по каждой строке теперь заполнены более мелким шрифтом, менее удобным для чтения. Вот фактически то, что касается самой формы. А порядок, необходимость представления конкретных разделов новой декларации, по сути дела, совершенно аналогична тому порядку, который существовал в отношении ранее действующей налоговой декларации. Если мы посмотрим разделы, основные разделы декларации, то, по сути, они тоже, в общем-то, аналогичны. Единственное, если мы анализируем первый раздел, то мы здесь с вами обнаружим, что теперь у нас для отражения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, то есть исчисленной к уплате, вместо одной строки мы с вами увидим две различные – 30-я и 40-я. С чем это связано? Ну, связано это с тем, что законодатель решил выделить в отдельную позицию ту сумму налога, которая подлежит уплачивать в бюджет, если налог был неправомерно предъявлен поставщиком покупателю, то есть предъявлен покупателю. В каком случае, о чем здесь идет речь? Ну, например, если эту сумму налога к уплате предъявил не плательщик налога на добавленную стоимость, тот находится на упрощенной системе налогообложения. Или, например, те налогоплательщики, те лица, которые освободили себя по 145-й статье от исполнения обязанностей налогоплательщика. Или, например, если сумма налога к уплате, то есть выставив соответствующий счет фактуру, предъявили плательщики налога на добавленную стоимость, но по операциям, освобождаемым от налогообложения. То вот такая незаконно предъявленная сумма налога, мы тоже знаем, должна быть уплачена в бюджет. И вот для этой ситуации была выделена отдельная строка. Опять же, с чем это связано? С тем, что еще раз напомню, что мы все налогоплательщики, исчисленную сумму налога уплачиваем в бюджет по трем срокам равными долями не позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, следующих вот за налоговым периодом. А вот те, кто неправомерно предъявил эту сумму налога к уплате, эту сумму налога должны бюджету отдать единой суммой по первому сроку. Поэтому, видимо, и были внесены две позиции, чтобы налоговому органу было понятно, когда и как уплата налога должна производиться. Если мы говорим теперь о втором важном разделе, то есть это сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налоговыми агентами, то здесь как раз раздел, порядок его представления совершенно аналогичен ранее действующей форме налоговой декларации. Только говоря о налоговых агентах, мне бы еще раз хотелось остановиться на тех изменениях, которые произошли у налоговых агентов еще с 1 января 2009 года. И это именно в свете второго раздела. Я напомню, что вообще обязанности налоговых агентов возникают у нас в случае осуществления двух противоположных совершенно операций. Мы являемся налоговыми агентами, если мы приобретаем что-либо. Это первая ситуация. И вторая, мы можем являться налоговыми агентами, если мы выполняем операцию по реализации. Вот в первом случае мы будем являться налоговыми агентами, если мы приобретаем. Если мы что приобретаем? Первое, если мы арендуем, то есть приобретаем услугу по аренде, арендуем государственное и муниципальное имущество у собственников этого имущества. Если мы приобретаем товары, работу, услуги у иностранного лица, не зарегистрированного в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации, и с 1 января 2009 года, у нас еще есть одна норма, мы являемся налоговыми агентами, если мы приобретаем на территории Российской Федерации государственное муниципальное иное имущество, то есть имущество казны, не закрепленное за государственными учреждениями, то есть имущество казны. Вот в этом случае при таком приобретении мы с вами исполняем обязанности налоговых агентов. Значит, выплачивая вознаграждение нашим партнерам, мы должны из него исчислить, удержать и заплатить в бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость. Вторая ситуация, когда мы исполняем обязанности налоговых агентов, это если мы с вами являемся посредниками, которые за иностранное лицо реализуют на территории Российской Федерации. Вот до 1 января 2009 года мы были агенты, если реализовывали за иностранца его товары, а с 1 января 2009 года, если мы посредники, которые за иностранца реализуют не только товары на территории Российской Федерации, но и выполняют работу или оказывают услуги. Ну и кроме того, у нас еще с 2009 года в числе реализаторов еще появилась такая операция, как реализация имущества по решению суда, то есть в том числе при проведении процедуры банкротства. Вот такие две группы налоговых агентов у нас с вами есть. И еще напомню, что с 1 января 2009 года налоговый кодекс обязал налоговых агентов, которых я условно отнесла к первой группе, то есть налоговых агентов-приобретателей, выставлять себе счета фактуры. Причем счета фактуры должны заполняться в соответствии с требованиями пункта 5 и пункта 6 налогового кодекса, то есть так, как заполняются счета фактуры на отгрузку. Значит, выплачивая какое-либо вознаграждение, одновременно с исполнением обязанности по исчислению налога, у налоговых агентов теперь возникает и обязанность по составлению и выставлению соответствующего счета фактуры. Именно этот счет фактура будет регистрироваться налоговыми агентами в книге продаж, и потом, по мере возникновения права на налоговый вычет, а эта категория налоговых агентов имеет право на вычет, исчисленный и уплаченный в бюджет суммы налога, этот счет фактура будет регистрироваться налоговыми агентами в книге покупок. Но вот здесь один очень интересный момент, на который обратили внимание налогоплательщики, налоговые агенты, опять же, в свете тех поправок, которые были внесены в правила, утвержденные постановлением номер 914. Налоговые агенты обратили внимание на некую неясность, которая существует у них в отношении обязанности по исчислению налога и обязанности по выставлению счета фактуры. То есть, когда конкретно, в какой налоговый период у налогового агента возникает как раз обязанность исчисления налога и выставления счета фактуры и заполнения второго раздела налоговой декларации. А вот эта неясность была продиктована тем, что в новой редакции правил в абзаце 8 пункта 16 появилась следующая норма, которая говорит о том, что вот эта группа налоговых агентов должна зарегистрировать в книге продаж счета фактуры, составленной при исчислении налога. То есть, все правильно. А дальше в правилах прописана ситуация. А когда же обязанность возникает по исчислению налога? И тут написано, при осуществлении оплаты или частичной оплаты в счет, в том числе и в безденежной форме, первое. И второе, при приобретении товаров, работ, услуг. Что же здесь такого неожиданного и вызывающего сомнения? Мы с вами очень хорошо понимаем, что в рамках налогового кодекса обязанность по исчислению налога возникает у налогового агента только в том случае, когда он выплачивает вознаграждение. Неважно, это оплата за уже приобретенные товары, работы, услуги или это предоплата в счет будущих приобретений. Как только идет выплата, из нее исчисляется, удерживается соответствующая сумма налога на добавленную стоимость. Если мы с вами буквально прочтем норму правил, то мы с вами увидим, что оказывается у нас обязанность возникает при осуществлении предоплаты, все это правильно, и второе, при приобретении. То есть, как можно понять неясность этой нормы на примере? Но предположим, мы арендуем муниципальное имущество. Придет 31 марта, соответственно, услуга по аренде за первый квартал 2010 года нам будет оказана. А теперь предположим, что на протяжении всего первого квартала мы с вами, с нашим арендодателем не рассчитывались. То есть, арендную плату мы не вносили. Мы планируем, согласно условию договора, эту арендную плату внести, например, не позднее 15 апреля. Что в этом случае будет получаться? Если мы буквально прочтем то, что нам предписывает правило, то при приобретении товаров у нас уже возникнет обязанность по исчислению налогов в качестве налогового агента. Значит, 31 марта, когда мы с вами приобретем услугу по аренде, при том, что ни рубля вознаграждения мы с вами не выплачивали, мы должны будем исчислить соответствующую сумму налога как налоговые агенты, выставить соответствующий счет фактуру, значит, заполнить второй раздел декларации и на основании вот этого второго раздела за первый квартал 2010 года заплатить соответствующую сумму налогов в бюджет. Что, согласитесь, явно противоречит норме налогового кодекса. Вот когда эта поправка в 914-м постановлении появилась, вот она и вызвала налогоплательщик в некое сомнение. А не означает ли это теперь, что обязанность налоговых агентов надо выполнять не только при выплате вознаграждения? Ну и если вознаграждение не выплачивалось, но имел место факт приобретения? А поводом для таких сомнений послужило еще несколько писем Минфина, например, письмо от 20 октября 2009 года номера 03-03-06-4-91, в котором Минфин указал следующее, что если мы с вами работаем в рамках договора на безвозмездную аренду, то есть мы арендодателю вознаграждение не выплачиваем, а арендуем мы при этом, например, муниципальное имущество, то в этом случае все равно мы с вами должны будем исполнить обязанности налоговых агентов. То есть вознаграждение не выплачиваем, его нет, но налог должны будем исчислить и заплатить в бюджет за счет собственных средств, а налоговую базу в этом случае сформировать, исходя из рыночных цен, действующих вот в аналогичных условиях. Получается, что формально тогда на 31 марта, если у нас безвозмездная аренда, мы должны будем исчислить и заплатить налог за счет собственных средств. Вот эти письма и породили сомнения. Может быть, действительно нам в этом случае надо на последний день налогового периода, если вознаграждение не выплачивалось, все-таки налог исчислять? Здесь мне только хочется отметить, что появилось достаточно подробное, разъясняющее письмо Федеральной налоговой службы от 12 августа 2009 года, номер ШАЭС-22-3-634, то есть большое комплексное письмо, в котором, к радости нас, налоговых агентов, налоговая служба подтвердила все-таки, что обязанность по исчислению и выставлению счета фактуры у нас возникает именно при перечислении вознаграждения. То есть, если вознаграждение не перечисляется в этом налоговом периоде, обязанности по исчислению налога, соответственно, по заполнению второго раздела декларации у нас с вами нет. Второй важный момент. Как я уже сказала, налоговые агенты имеют право при выполнении всех условий, дающих право на налоговый вычет, заявить ту сумму налога, которую они исчислили в третьем разделе в составе декларации, в составе налоговых вычетов. Причем кодекс говорит о том, что заявляем мы в качестве налоговых вычетов суммы налога исчисленные и уплаченные в бюджет. А вот здесь в этом слове «уплата» и кроется некая спорная ситуация для плательщиков. Если мы проанализируем письма Министерства финансов и налоговой службы, то мы увидим, что слово «уплаченные» и Минфин, и налоговое ведомство трактуют не как средства, фактически перечисленные в бюджет, а как средства, уплаченные в бюджет на основании налоговой декларации. То есть до того момента, пока мы с вами не сдали декларацию и не отразили эти суммы к исчислению во втором разделе, даже если средства эти в бюджет поступили, уплаченными они считаться не могут. А из этого тогда делается следующий вывод. Если, например, по тому же самому договору аренды муниципального имущества за первый квартал 2010 года, согласно условию договора, мы с вами в январе отправляем арендодателю арендную плату за весь первый квартал, ну, например, арендная плата составляет 118 рублей, значит, соответственно, в январе, когда мы с вами хотим сразу за первый квартал рассчитаться с арендодателем, мы отправляем ему 100 рублей, тут же исчисляем, удерживаем 18 рублей налога, и в этот же момент одновременно с перечислением денег нашему арендодателю эти же деньги уплачиваем в бюджет, то понятно, что второй раздел декларации за первый квартал мы с вами заполнить должны. А вот по мнению Минфина и ФНС, одновременно эти 18 рублей отразить в третьем разделе в составе налоговых вычетов, мы с вами будем не вправе, потому что сначала мы должны сдать декларацию за первый квартал, сначала в этой декларации Минфин должен, налоговый орган должен увидеть у нас второй раздел, потом должен увидеть уплату этого налога фактически в бюджет, и только в следующем налоговом периоде, значит, не ранее второго квартала 2010 года, мы с вами только в декларации за второй квартал 2010 года можем с вами заявить налоговые вычеты. Вот такие письма, причем этих писем очень много, но в качестве примера, например, письмо Минфина номер 03-07-08-210. Единственное, в чем расходятся позиции Минфина и Федеральной налоговой службы, это в той части, если мы говорим о выплате вознаграждения налоговыми агентами, которые работают с иностранным партнером, которые приобретают у иностранного партнера работы или услуги. Здесь речь идет вот о чем, что согласно норме налогового кодекса, приобретатели работ и услуг у иностранца обязаны уплачивать налог в бюджет непосредственно при перечислении иностранцу вознаграждения. Если мы все налоговые агенты, в том числе и арендаторы, вот в моем примере в январе сразу уплатили налог в бюджет, по сути мы немного поторопились, потому что мы с вами эти 18 рублей на основании декларации за первый квартал были также вправе уплачивать равными долями по трем срокам в апреле, в мае и июне, то вот налоговые агенты, которые иностранцы приобретают работу и услуги, перечисляя в январе вознаграждение, тут же в январе обязаны как налоговые агенты и переложить эту сумму налога в бюджет. И в этой связи министерство финансов считает, что поскольку на такую категорию возлагается обязанность такого немедленного перечисления налога, то эта категория агентов как раз может в рамках одного налогового периода и отразить исчисленную сумму налога во втором разделе, и заявить этот налоговый вычет в третьем разделе налоговой декларации. Но опять же подчеркну, это позиция Минфина, которую между прочим федеральная налоговая служба не разделяет, считая, что все налоговые агенты, в том числе и работающие с иностранцами, должны применять общее правило, должны одинаково трактовать слово «уплату», и налоговый вычет заявляют только в следующем налоговом периоде за тем, в котором, соответственно, заполнен второй раздел и отражена соответствующая исчисленная сумма налога. Но пример такого письма можно в качестве примера привести в письмо Федеральной налоговой службы от 14 сентября 2009 года номер 3-1-11-730. Так что вот такая неясность в отношении трактовки термина «уплата» в настоящий момент существует. Если мы обращаемся к арбитражной практике, то можем найти целый ряд определений высшего арбитражного суда, когда все-таки наш судебный орган склонен трактовать слово «уплату» как непосредственное перечисление денежных средств в бюджет. Значит, если в первом квартале деньги в бюджет реально поступили, то тогда в первом квартале можно отразить и исчисленную сумму налога, и налоговый вычет. То есть если реально уплата имела место быть. Это определения, которые касаются и налоговых агентов, работающих с иностранцами от 12 марта 2009 года. Есть такое же определение в отношении аренды муниципального имущества от 25 июля 2008 года. Хотя еще раз подчеркну, и Минфин, и налоговая служба настаивают на переносе налогового вычета на следующий налоговый период. Еще один нюанс в этой ситуации. Мы говорим о том, что право у нас на вычет возникает в отношении налога, исчисленного и уплаченного в бюджет у налоговых агентов, и только после того, как эти приобретения налоговым агентам будут сделаны. И здесь тогда возникает вопрос. Ведь с 1 января 2009 года налогоплательщикам-покупателям предоставлено право при перечислении предоплаты на вычет того самого налога, который с этой предоплаты исчислил и заплатил в бюджет поставщик. То есть дано право на вычет предоплатного входного налога. Тогда вопрос, а могут ли налоговые агенты тоже воспользоваться этой нормой? Ну, например, если в январе 2010 года мы, например, перечислили иностранному партнеру некую предоплату за тот программный продукт, который для нас этот иностранный партнер создаст. Предположим, что эту программу нам передаст наш исполнитель только в августе 2010 года. То есть в общей ситуации получится, что перечисляя вознаграждение, налог исчислить мы должны будем в первом квартале 2010 года, то есть заполнить второй раздел декларации за первый квартал 2010 года. А вот вычет произвести уже только в декларации за третий квартал 2010 года. Но тогда вопрос, а можно ли тогда налоговому агенту воспользоваться правом на вычет не по факту приобретения готовой программы, а по факту перечисления предоплаты? Так вот, в том комплексном письме, который я вам называла, Федеральная налоговая служба обратила внимание на следующий момент, что воспользоваться правом на вычет НДС исчисленной с предоплаты могут только покупатели в отношении налога, предъявленного поставщиком. Поскольку в данном случае налоговым агентам сумму входного налога никто не предъявляет, то есть агенты эту сумму налога исчисляют сами, то, следовательно, вот право на налоговый вычет при перечислении предоплаты у налоговых агентов отсутствует. Но это то, что касается первой категории. А второй категории налоговых агентов, просто хочу сказать, что ничего принципиального здесь в исчислении налога у тех агентов-посредников-реализаторов не происходит. По сути, выставление счетов фактур, их порядок регистрации в книге продаж и книге покупок, в общем-то, все эти действия аналогичны действию любых поставщиков, что очевидно из второго раздела декларации. Мне бы еще хотелось обратить внимание, что новая редакция правил, утвержденных постановлением номер 914, содержит, в отличие от ранней действующей редакции, достаточно подробный порядок действий и регистрации счетов фактур налоговыми агентами. И, кроме того, состав показателей счета фактуры, которые приводятся в приложение, тоже пополнился специальным порядком заполнения всех этих показателей именно налоговыми агентами. Причем в зависимости от того, к какой группе относятся эти налоговые агенты, и в зависимости от того, какие операции приобретения эти налоговые агенты осуществляют. Так что при необходимости, конечно, обратиться к правилам, утвержденным 914-м постановлением стоит. Это то, что касается второго раздела. Но теперь самый главный, третий раздел, ради которого, по сути, и вводилась новая форма налоговой декларации. Что было сделано самого главного в третьем разделе? Но если анализировать все те перемещения и передвижения, которые третий раздел претерпел, то можно отметить самое главное, что в третьем разделе декларации появились две новые строчки, которые как раз и посвящены отражению права покупателя на вычет налога исчисленным поставщиком с предоплатой. То есть у нас появилась специальная строчка 150-я для отражения вычета у покупателя, перечислившего предоплаты. И появилась специальная строчка 110-я, которая показывает, в какой именно строке должен покупатель восстановить ту сумму налога, которую он заявил к вычету по предоплате, после приобретения соответствующих товаров, работ, услуг, под которые эти авансы были перечислены. Ну, это две строчки новые, которые у нас появились. И, кроме того, у нас из налоговой декларации, из третьего раздела исчезли два важных показателя, две важные строчки. Одна из которых была связана с неденежными расчетами. Вот раньше это была 240-я строчка. И еще одна строка исчезла, которая была связана с необходимостью исчисления налога при погашении дебиторской задолженности. То есть та строчка, которая досталась нам еще и из переходного периода, который у нас действовал 2006-го, помните, наверное, по 2008-й год, если мы до этого применяли учетную политику по оплате, или в течение 2006-го года для тех, кто применял учетную политику по отгрузке. Вот исчезла эта 70-я строчка. То есть, по сути, добавились две новые строчки и две строчки из третьего раздела исчезли. Ну а теперь я по существу. Как мы теперь исчисляем налог и как мы применяем, вот в том числе отражаем эти наши операции, в новой форме налоговой декларации. Но первое, самое важное, это работа с предоплатами. Речь идет о той норме, напомню, которая у нас появилась в налоговом кодексе с 1 января 2009-го года. Норма, которая предоставила право покупателям, перечислившим предоплату, принимать к вычету НДС, исчисленной с этой предоплатой поставщиком. Эта норма появилась в статье 171-й в пункте 12-м и в статье 172-й в пункте 9-м. Я напомню, как работает этот механизм. Значит, поставщик, получивший соответствующую сумму предоплаты, должен теперь, согласно редакции Налогового кодекса с 1 января 2009-го года, исчисляя с этой суммой полученной предоплатой налог на добавленную стоимость, выставить счет фактуру не только себе, но и в адрес покупателя. Потому что этот предоплатный счет фактуры будет являться основанием для вычета налога на добавленную стоимость у покупателя. Требования к заполнению такого предоплатного счета фактуры приведены теперь в пункте 5.1. Напомню, с 2009 года в статье 169-й появился еще один пункт 5.1, в котором как раз и перечисляются все необходимые к заполнению реквизиты для такого предоплатного счета фактуры. Вот сумму исчисленного налога, я напомню, наш поставщик отражает в соответствующей строке налоговой декларации. Это строка 70-я. В общем-то и раньше тоже в старой форме декларации соответствующая позиция для отражения поставщиком исчисленной суммы в налоговой декларации была. Единственное, что, наверное, очень многие налогоплательщики обратили внимание, что раньше для отражения исчисленной суммы налога с предоплаты были в налоговой декларации две позиции. Потому что понятно, что с предоплаты НДС исчисляются по двум различным ставкам. 10 на 110 или 18 на 118, в зависимости от того, по какой налоговой ставке в дальнейшем будет проходить реализация. А теперь в новой форме налоговой декларации у нас есть некая единая строка 70 без указания соответствующей ставке налога на добавленную стоимость. В этом везде, конечно, возникает вопрос. Если, предположим, я поставщик, который реализует товары, трикотажные изделия и взрослого, и детского ассортимента, то есть применяет ставку при отгрузке и 18, и 10 процентов, в течение налогового периода получаю предоплату под отгрузку как детских, так и взрослых вещей, то есть исчисляю авансов НДС по ставке 10 на 110 или 18 на 118, как в данном случае это разные суммы налога разместить вот в новой форме налоговой отчетности. Но поскольку законодатель наш Минфин счел нужным оставить только одну строчку, получается, что мы с вами просто должны суммировать налоговую базу и суммировать исчисленную сумму налога, невзирая на то, что эта сумма налога исчисляется по разным ставкам. Ну, понятно, что при таком отражении никаким образом из этой налоговой базы ни по какой налоговой ставке сумму налога исчислить будет нельзя, то есть будет некое несоответствие. Но, тем не менее, раз законодатель счел это допустимо, мы с вами вот таким образом налоговую декларацию будем и заполнять. Кстати, вот появление единой строки в этом случае тоже привело нас, как налогоплательщикам, некое замешательство. А не означает ли это, что теперь вот согласно новой редакции налоговой декларации мы должны налог с авансов исчислять только поединые ставки 18 на 118? Ведь если мы помним комплексное письмо Минфину от 6 марта 2009 года номер 03-07-15-39 в отношении как раз применения новой нормы о вычете НДС предоплаты, то в этом письме нам рекомендовано, что если мы с вами выставляем такой счет, фактуру на полученную сумму предоплаты, когда под эту предоплату отгрузка будет осуществляться по разным налоговым ставкам, то мы с вами при заполнении счета фактуры можем использовать, во-первых, некое обобщенное именование поставляемых товаров, работ, услуг, то есть не проводим позиционное деление. И если сумму предоплаты мы не можем распределить между различными ставками, то мы с вами применяем некую единую ставку 18 на 118. А уже потом, после отгрузки товаров, мы разберемся с правильностью применения ставок 10 или 18% и с полным правом произведем налоговый вычет. Так вот, не означает ли это, что теперь во всех случаях мы с вами должны будем применять некую единую ставку 18 на 118? Еще раз обращаю ваше внимание, что в 164-й статье никаких изменений в налоговом законодательстве не произошло. Поэтому мы с вами, естественно, должны применять соответствующую ставку 10 или на 10, 18 на 118, невзирая на то, что вот так изменилась наша форма налоговой отчетности. Но это первое. Второе, что касается выставления, раз уже мы стали говорить о предоплатных счетах, для выставления предоплатных счетов фактур, мне хотелось бы обратить ваше внимание еще на одно очень интересное, совсем недавно поступившее письмо Министерства финансов, которое касается исчисления налога тоже с полученных сумм предоплат, в том случае, если при реализации налог исчисляется с межценовой разницы. Я вам напомню, что в налоговом кодексе содержится целый ряд, целый перечень операций при реализации, например, товаров, работ, услуг, когда мы с вами вправе исчислять налог с межценовой разницы. Но в частности, например, если мы с вами будем реализовывать некое имущество, при приобретении которого сумма входного налога участвовала в формировании его первоначальной стоимости. То есть при приобретении мы налог к вычету не заявляли, налог включался в первоначальную стоимость, а теперь мы с вами это имущество реализуем, и тогда мы с вами налог будем исчислять вот с этой межценовой разницы. Есть еще такая норма, которая тоже появилась в налоговом кодексе, когда применяется межценовая разница. Это те организации, которые, например, в качестве товара реализуют автомобили, приобретенные у физических лиц, ну, в частности, комиссионные магазины. Когда автомобили приобретаются у физических лиц без налога на добавленную стоимость, это очевидно, то есть к вычету налог, входной налог не предъявляется ввиду его отсутствия, а потом при реализации этих автомобилей с налогом на добавленную стоимость, налог исчисляется как раз с межценовой разницей. Так вот в этой связи у Министерства финансов спросили, но предположим, у нас есть цена приобретения 100 рублей, а цена реализации 200. И понятно, что при реализации применять ставку 18 на 118 мы будем к разнице, к 100 рублям. А вот как правильно исчислить налог, если под эту реализацию мы получили предоплату, например, в размере 100%, вот в размере тех же 200 рублей. Как в этом случае правильно рассчитать налог? И Минфин в письме от 1 февраля 2010 года номер 03-07-09-04 обратил наше внимание на следующее, что налог с межценовой разницей согласно нормам налогового кодекса исчисляется только при реализации. Нет нормы налогового кодекса, которая бы разрешала исчислять налог с межценовой разницей в отношении полученных сумм предоплаты. А это значит, что если мы с вами под такую реализацию получим 200 рублей предоплаты, то с этой предоплаты мы исчислим и заплатим налог в бюджет, то есть со всей суммы, со всех 200 рублей. А дальше же при реализации, исчислив с налог с межценовой разницей, понятно, сумма исчисла налога уже будет существенно меньше, мы произведем вычет той суммы налога, которую мы исчислили с предоплаты. Вот такое интересное письмо появилось. Теперь еще бы мне хотелось обратить внимание вот на какой нюанс. Когда мы говорим об обязанности поставщиков выставлять счета фактуры при исчислении налога сумм полученной предоплаты, я напомню, что налоговый кодекс в этом случае обязывает это нас делать так же в течение пяти календарных дней. Причем очень часто поставщики спрашивают, а можно ли не выставлять предоплатные счета фактуры, если, например, покупатель не будет пользоваться своим правом на налоговый вычет. Мы понимаем, почему именно в отношении предоплатных счетов фактур, как правило, возникает такой вопрос. Потому что налоговый кодекс обязывает нас не просто выставлять счета фактуры, но и передавать эти счета фактуры нашим покупателям. Если мы говорим о счетах фактурах на отгрузку, то здесь вполне понятен механизм доставки. Выставляя счет фактуру, этот счет фактура к покупателю попадет непосредственно или с товаром, или с актом выполненных работ, в то время как вот этот предоплатный счет фактура должен попасть к покупателю как? Ну, либо с курьерской службой, либо с привлечением почтовым отправлением. То есть мы понимаем, что поставщики в наше непростое время, кризисное, должны нести дополнительные расходы не только на печать такого счета фактуры, но еще и нести расходы на доставку этого счета фактуры покупателю. И если вдруг покупатель в рамках действующего законодательства не будет реализовывать свое право на вычет налога на добавленную стоимость в этой ситуации, то понятно, что смысла в выставлении такого счета фактуры большого нет. Однако я обращаю ваше внимание, что норма налогового кодекса требует от поставщиков выставлять счета фактуры в любом случае, когда речь идет об исчислении налога, и никаким образом не связывает обязанность по выставлению счета фактуры, не корреспондирует эту обязанность, тем будет покупатель реализовывать свое право на вычет или нет. Единственное, что в этом письме от 6 марта Минфин разрешает нам не выставлять как поставщикам счета фактуры на предоплату в том случае, если с момента получения предоплаты до момента отгрузки товаров, под которые эти предоплаты пришли, прошло менее пяти календарных дней. То есть, например, если предоплата была 10 марта, а отгрузка прошла 12 марта, то Минфин говорит в адрес в этом случае покупателя предоплатный счет фактуры поставщик может не выставлять. Однако, несмотря на то, что такое разъяснение в письмах Минфина есть, все-таки в этой ситуации надо быть достаточно осторожными, поскольку такой нормы налоговый кодекс не содержит. И кроме того, мы должны хорошо понимать, что если эти пять календарных дней попадают на разные налоговые периоды, то не выставляя предоплатный счет фактуру, мы, по сути дела, будем подводить нашего покупателя, лишая его права на налоговый вычет. Ну, например, если предоплата у нас пришла 30 марта, а отгрузка осуществляется 2 апреля, казалось бы, мы уложились в те же самые пять календарных дней, но не выставив предоплатный счет фактуру по факту исчисления налога с предоплаты 30 марта, мы лишим нашего покупателя на заявление налогового вычета в первом квартале 2010 года. Хотя, еще раз подчеркну, вот такую возможность не выставления счета фактуры Министерство финансов допускает. Еще, в письме от 6 марта есть еще один интересный нюанс. Когда Минфин говорит о том, что для тех предприятий, то есть для тех плательщиков, которые оказывают длящиеся непрерывные услуги, ну, в частности, в скобочках написано, о каких конкретно поставках и услугах идет речь, это электроэнергия, газ, связь, поставки нефти, то в этом случае для таких налогоплательщиков Минфин допускает возможным выставление предоплатного счета фактуры в отношении той суммы предоплаты, которая не закрылась отгрузкой по истечении календарного месяца. То есть, если, например, для оператора связи была получена предоплата, абонентская плата, например, 10 марта за март, получена была в размере 118 рублей, и 31 марта услуга на 118 рублей, то есть на всю эту сумму будет оказана, то следовательно, такой оператор связи не обязан выставлять счета фактуры на предоплату. Естественно, что сразу возникает вопрос, например, у арендодателей, ведь услуга по аренде тоже у нас относится к категории длящихся. Можно ли арендодателям точно так же не выставлять счета фактуры или, по крайней мере, выставлять их на ту сумму аванса, которая не закроется оказанием услуги по окончании календарного месяца, руководствуясь этой нормой? Мне бы хотелось еще раз подчеркнуть, что при ее применении надо быть очень аккуратными, потому что аналога вот такой трактовки налоговый кодекс не содержит. Хотя есть письмо в отношении поставки электроэнергии, после этого письма от 6 марта, аналогичное письмо Министерства финансов появилось и от 27 марта 2009 года, номер 03-07-09-13. Вот, наверное, основные важные элементы, которые касаются порядка выставления счетов фактур и отражения соответствующих сумм. Но теперь, если мы говорим о другой важной строке, о порядке заявления налоговых вычетов у покупателя, то здесь просто еще раз напомню, что покупатель вправе заявить налоговый вычет, налога исчисленного с сумм перечисленных им авансов, в том только случае, если у него на руках есть этот предоплатный счет фактура, заполненный в соответствии с требованием налогового кодекса. Ну, теперь мы говорим, что есть смягчающая норма, которая может быть немножечко уменьшит требования к порядку заполнения такого счета фактуры в свете новой редакции статьи 169-й. То есть, если на руках есть счет фактура, если есть, еще раз напомню, договор, предусматривающий перечисление соответствующей суммы предоплаты, и если есть платежный документ, который подтверждает, что эта предоплата им фактически была внесена. И согласно вот тем существующим разъяснениям Минфина, я еще раз напомню, что в качестве договора рассматривается договор, именно оформленный в рамках единого документа, то есть так, как мы привыкли, с реквизитами, с подписями сторон, ну, по нашему менталитету, с печатями. И Минфин не разрешает, то есть не дает возможности покупателям реализовать право на вычет, если вдруг в договоре нет ссылки на обязательность условия предоплаты, а эта ссылка есть в счете, который выставлен в исполнении этого договора. Тем более Минфин лишает покупателя права на вычет, если договор между нами заключается путем обмена такими документами, как счет и платежные поручения. Ведь мы с вами понимаем, что Гражданский кодекс в этом случае признает между нами заключение договора в письменной форме, но Минфин на основании такого договора покупателю в право на вычете отказывает. Далее Минфин требует, чтобы было на руках платежное поручение, подтверждающее перечисление предоплаты. А это значит, что если предоплата осуществлялась в неденежной форме, например, имуществом, ценной бумагой, уступкой права, или если предоплата осуществлялась денежными средствами, но в наличном порядке, то у покупателя право на вычет налогово исчислено с предоплатой будет отсутствовать. Первое. Второе. Если все-таки все условия складываются, то есть все условия покупатель выполняет, то он вправе на заявление налогового вычета. Этот вычет будет отражаться в строке 150-й новой формы декларации, как я уже сказала. Но при этом покупателю следует помнить, что после того, как состоится его приобретение, после того, как он получит счет фактуру по факту отгрузки с предъявленной суммой входного налога, у него возникает право на заявление вычета входного НДС по факту приобретения, и в том налоговом периоде, в котором возникает право на этот вычет по приобретениям, он обязан в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 восстановить ту сумму налога, которую он заявил к вычету, то есть отразил в статье 150-й налогового кодекса. То есть одновременно возникает обязанность и права на налоговый вычет, но если это право реализуется, возникает и обязанность по восстановлению суммы налога. То есть мы, конечно, на основании совокупности всех этих норм понимаем, что покупателю имеет смысл, экономический смысл, пользоваться этой нормой, дающей право на вычет, только в том случае, если, конечно, внесение предоплаты и получение приобретения приходится на разные налоговые периоды. Понятно, в одном налоговом периоде можем заявлять уже вычет по предоплате, а если и предоплата, и приобретение происходят в рамках одного налогового периода, то никакого экономического эффекта от заявления вычета НДС по факту предоплаты, конечно, не будет. Только в этом случае у покупателей будет лишняя работа в виде вот таких тройных манипуляций два раза производить вычет и один раз восстановление и заполнение соответствующих строк налоговой декларации. То есть мы должны понимать. Поэтому, если, конечно, покупателю это невыгодно, нецелесообразно, то есть этим правом на вычет НДС с предоплаты покупатель может не пользоваться, безусловно. Это его право. При этом, как разъясняет Минфин, отражать отказ от применения вычета НДС с предоплаты покупателю в учетной политике не обязательно. И это вполне понятно, потому что это право регламентировано нормой налогового кодекса. И, кроме того, наверное, не стоит покупателю самому себя ограничивать в правах, потому что возможно, что сейчас происходят такие операции, в отношении которых нецелесообразно пользоваться правом. Но может так случиться, что вдруг будет решен вопрос о приобретении некого крупного имущества, например, основного средства, и предоплата достаточно серьезная будет перечисляться, например, в первом квартале, а основное средство будет получено дорогостоящее только в четвертом квартале того же самого года. И тогда в отношении конкретной операции применить такое право на налоговый вычет будет целесообразно. Поэтому, в общем-то, наверное, отражать в учетной политике такие ограничения не стоит. Но вот те, наверное, основные нормы, которые сейчас существуют в отношении применения такой вступившей в силу с 1 января 2009 года нормы о вычете НДС у покупателя налога на добавленную стоимость при перечислении предоплаты. Мне только хотелось бы обратить внимание, что достаточно подробно вот эти нововведения 2009 года нашли свое отражение и в новой редакции правил, утвержденных постановлением правительства номер 914. То есть как раз сюда и внесены все те вот правки, которые говорят о том, как и когда покупатель производит регистрацию счетов факторов в книге продаж и книге покупок. И, кстати, обращая внимание вот на новую редакцию правил, мне бы хотелось, чтобы наши покупатели также учли, что если вдруг ими была перечислена предоплата под поставки, например, некого имущества, товаров, работ, услуг, которые будут одновременно ими использоваться и в облагаемой, и в освобождаемой от налогообложения деятельности, то в этом случае в отношении вот вычета НДС такой предоплаты будет работать общие, общепринятые правила. То есть, например, если наш покупатель решает приобрести компьютер, например, главному бухгалтеру, и при этом у него есть операции и облагаемые, и освобождаемые от налогообложения, ну, например, решает приобрести компьютер стоимостью 59 тысяч рублей. И согласно условию договора, перечисляет стопроцентную предоплату своему продавцу, то есть поставщику, и, соответственно, от поставщика получает предоплатный счет фактуру, то в этом случае такой покупатель будет вправе зарегистрировать этот счет фактуру в книге покупок на всю сумму предъявленного там налога. То есть, если потом придет наше приобретение компьютер, то мы понимаем, когда придет отгрузочный счет фактура, на основании которого нам будет предъявлено 9 тысяч рублей входного налога по факту приобретения, согласно статье 170 и Путну 4, то есть порядку ведения раздельного учета, эти 9 тысяч рублей входного налога по приобретению мы с вами будем распределять, то есть вводить соответствующую пропорцию, то вот в отношении вычета НДС по предоплатному счете фактурии такой обязанности по распределению у нас нет. Значит, по предоплатному счете фактурии мы к вычету заявим все 9 тысяч рублей налога на добавленную стоимость. Потом, когда примем к учету наш компьютер, но если это основное средство, то напомню, после того, как примем к учету в качестве объекта основных средств, мы с вами распределим 9 тысяч входного налога, ну, например, 4 тысячи будем включать в первоначальную стоимость, а 5 тысяч заявим к налоговому вычету. Вот, заявляя 5 тысяч по приобретению к вычету, мы с вами все 9 тысяч входного предоплатного налога восстановим. Так что вот интересные нормы у нас, отличающиеся, даже немножко расширяющие нормы налогового кодекса в правилах есть. И еще, мне бы хотелось обратить ваше внимание, вот опять же, в свете такого налогового вычета, на порядок действий посредников. Если речь идет о том, что посредники либо реализуют товароработу, услуги за своего комитента принципала, либо что-либо реализуют, либо приобретают что-либо в интересах принципала, то вот механизм прохождения в этом случае таких же счетов фактур, то есть механизм заявления налоговых вычетов, он достаточно теперь подробно прописан и в правилах, и кроме того, есть очень хорошее подробное письмо Федеральной налоговой службы от 4 февраля 2010 года, номер ШС-22-3-85. Здесь, в принципе, все понятно. Если наш комиссионер реализует товарокомитента и получает предоплату от покупателя, то он точно так же выставляет предоплатный счет, который потом перевыставляет комитент с аналогичными показателями. Ну а если в данном случае комиссионер в интересах комитента приобретает товароработу, услуги и перечисляет предоплату, то у него есть обязанность при получении предоплатного счета фактуры от поставщика перевыставить в адрес своего комитента принципала счет фактуры с аналогичными показателями. И кроме того, в этом письме приводится и порядок заполнения таких счетов фактур, и, в общем-то, указано, какие реквизиты такого счета фактуры должны быть обязательны для того, чтобы комитент мог воспользоваться, например, правом на налоговый вычет. Так что подробное такое письмо есть. Это то, что касается вот двух важных изменений и в форме налоговой декларации, и той поправки, которая надействует с 2009 года. Еще бы мне хотелось обратить ваше внимание на все-таки на те две строки, которые исчезли из новой формы налоговой декларации. Как я уже сказала вам, из декларации была исключена строчка, которая говорила, строка, которая говорила о заявлении налогового вычета в случае осуществления безденежных форм оплаты. Мы с вами помним, что длительное время с 2007 года по 2009 год у нас была в налоговом кодексе специальная норма, которая обязывала нас при неденежных расчетах, хотя налоговый кодекс не употребляет такого термина. Этот термин появился в письмах Минфина. В налоговом кодексе было написано, если при осуществлении расчета, каким образом, при осуществлении товарообменных операций, при расчете ценными бумагами, при зачете взаимных требований, перечислять сумму предъявленного налога на основании платежного поручения. То есть мы помним, что если речь шла о безденежной оплате, то мы НДС, предъявленный нам, должны были перечислять в течение двух лет 2007 и 2008 года на основании платежного поручения. Кроме того, мы помнили также, что в налоговом кодексе была еще одна норма пункта 2 ст. 172, которая обязывала нас производить налоговый вычет вот при таких безденежных формах расчета только после того, как налог на добавленную стоимость будет перечислен платежным поручением. Эта норма была, и в силу этого старая форма декларации содержала специальную строчку, в которой как раз и отражалась эта сумма налогового вычета, которую мы производили именно только после того, как НДС с платежным поручением будет перечислен. С 2009 года, я вам напомню, это требование о перечислении НДС с платежным поручением из налогового кодекса норма была убрана. То есть исчезла норма, обязывающая нас перечислять НДС с платежным поручением, точно так же, как была исключена и норма, которая обязывала нас право на налоговый вычет при расчете собственным имуществом откладывать до проведения соответствующей уплаты. То есть теперь с 2009 года и при безденежных формах расчета налоговый вычет реализуется по общепринятому правилу. И в силу, конечно, этого хотелось бы сказать, что совершенно закономерно из декларации эта ненужная строчка тоже была исключена. Однако нужно обратить внимание на следующее. Просто напомню, что тот самый 224-й федеральный закон, который исключил две эти нормы с 1 января 2009 года из налогового кодекса, ввел в налоговое законодательство некий, условно говоря, переходный период. То есть в 224-м федеральном законе прописано, что в том случае, если мы после отмены этих норм, то есть после 1 января 2009 года, будем рассчитываться неденежным способом за те приобретения, которые нами были сделаны до отмены норм, то есть до 1 января 2009 года, то мы должны руководствоваться той нормой за налоговое законодательство, которая действовала на момент принятия к учету наших приобретений. Что это фактически означает? Это означает следующее, что если, например, сейчас, в марте 2010 года, мы решили рассчитаться неденежным способом, ну, например, передать в качестве оплаты вексель третьего лица, например, вексель Сбербанка, за то имущество, которое мы с вами приобрели и приняли к учету в январе 2008 года, то, несмотря на то, что уже второй год эти нормы специально отменены, мы с вами должны все равно руководствоваться редакцией кодекса, действующей в январе 2008 года. А на тот момент мы с вами видим, что мы должны были входной НДС уплачивать на основании платежного поручения. Значит, рассчитываясь сейчас в марте 2010 года и передавая вексель Сбербанка, мы должны платежным поручением перечислить сумму налога на добавленную стоимость. И, во-вторых, в январе 2008 года действовала норма, которая говорила о том, что право на вычет входного налога мы должны реализовывать только после того, как перечислим НДС платежным поручением. Значит, вычет входного налога по приобретенному в январе 2008 года имуществу мы с вами должны отразить только в декларации за первый квартал 2010 года, при условии, что именно в первом квартале, то есть в марте 2010 года, мы предъявленную сумму налога перечислим отдельным платежным поручением. Значит, формально получается, что, в общем-то, сейчас мы с вами, передавая такой вексель и перечисляя сумму налога, должны отразить этот налоговый вычет в некой специальной строке, в той самой строчке, которая посвящена безденежным расчетам и которая была из новой формы налоговой декларации исключена. Более того, обратите внимание, получается, что вот этот, условно говоря, переходный период, он вообще не ограничен во времени, потому что наша задолженность может висеть на протяжении, например, двух лет. После этого мы с вами проведем сверку расчетов, признаем свою обязанность по внесению оплаты, и тогда у нас срок исковой давности начнет течь еще по новой, то есть с того момента, как мы с вами такую сверку произведем. То есть еще будет продлен на три года. Далее мы с вами опять, по течение двух с половиной лет, можем опять провести сверку, опять прервем течение срока исковой давности и начнем его заново. То есть наш, получается, переходный период во времени совершенно не ограничен. И применение вот этих действующих в течение двух лет норм, которые сейчас из кодекса исключены, по сути дела, может продолжаться еще достаточно длительное время. Значит, согласитесь, в этой ситуации, наверное, убирая эту строчку из налоговой декларации, все-таки немножечко поторопились. Говорят, а как же дело быть сейчас, если вдруг действительно следуя этому переходному периоду, мы с вами будем такие налоговые вычеты отражать. Но ввиду отсутствия специальной позиции, значит, этот налоговый вычет мы с вами будем отражать в общей строке по налоговым вычетам. Ну а для того, чтобы вспомнить, как и когда эта норма применялась, мне хотелось бы вам еще привести письмо Федеральной налоговой службы от 23 марта 2009 года, номер ШАЭС-22-3-215, в котором как раз достаточно подробно налоговая служба напоминает нам порядок действий, если мы рассчитываемся после отмены этой нормы, и если ценными бумагами, и если зачетом, и если в отношении имущества, приобретенного в 2008 году, или в отношении, приобретенного в 2007 году, или в отношении 2006 года. То есть за нас подробно налоговая служба вспоминает все редакции налогового кодекса, действующие во все предыдущие налоговые периоды. Единственное, что в этом письме не является столь лишь бесспорным, то что Федеральная налоговая служба настаивает на том, что если мы с вами ранее, ну, например, в моем примере, в январе 2008 года, произвели налоговый вычет в отношении наших приобретений, то после того, как в марте 2010 года мы рассчитаемся неденежными средствами и перечислим НДС на основании платежного поручения, а значит, будем обязаны именно в марте 2010 года, то есть декларации за первый квартал 2010 года, эту сумму налоговых вычетов отразить, мы должны будем с вами подать уточненную декларацию за 2008, именно так говорит Федеральная налоговая служба, естественно, исключить из налогового периода первого квартала 2008 года наши налоговые вычеты и заявить их только в декларации вот за первый квартал 2010 года. Это, конечно, вполне очевидное требование, хотя надо сказать, что из прямого прочтения норм 21 главы это требование, безусловно, не следует. Ну и еще последнее, на что мне хотелось обратить ваше внимание, если мы говорим о третьем разделе налоговой декларации, это обратить внимание на еще одну строчку, это строка 80-е, в которой мы отражаем исчисленные суммы налогов в том случае, если руководствуемся нормой статьи 162. Речь идет о суммах, связанных с оплатой реализованных товаров, работы, услуг. Почему я обращаю внимание на эту строчку? Потому что здесь мы с вами столкнемся с той же самой ситуацией, как в отношении налога исчисленных предоплат. То есть раньше у нас в старой форме декларации под суммы, связанные с расчетами, отводились две позиции, но в зависимости от того, какую налоговую ставку 10 на 110 или 18 на 118 мы с вами применяем. В новой форме декларации мы опять же видим только одну строчку без указания ставки, а это означает, что если у нас с вами возникнет необходимость исчисления налога по разным налоговым ставкам, мы тоже будем с вами формировать некую совокупную базу и некую совокупную сумму налога, исчисленную по разным налоговым ставкам. Ну а теперь, конечно, мне бы хотелось показать последние, достаточно новые письма Минфина, которые обязывают нас отражать исчисленную сумму налога именно в этой 80-й строке. Прежде всего, конечно, заслуживает внимание целый ряд писем Министерства финансов, в которых Минфин настаивает на том, что суммы возмещения расходов, которые перечисляет заказчик-исполнителю согласно условиям договора, должны рассматриваться, какого суммы связаны с расчетами по оплате за выполненные работы услуги, и вследствие этого с них должен исчисляться по расчетной ставке налог на добавленную стоимость и отражаться в этой самой строке налоговой декларации. О каких суммах возмещения идет речь? Ну, например, это письмо от 14 октября 2009 года, номер 03-07-11-253. Речь идет о том, что заказчик возмещает аудиторской компании дополнительные расходы, связанные по проезду аудитора, проезду аудитора, проживанию, питанию к месту проведения аудита, то есть к месту нахождения заказчика. Есть аналогичное письмо, которое говорит о возмещении соответствующих сумм заказчикам-исполнителю в части выполнения подрядных работ. То есть подрядчик следует к месту нахождения заказчика. Согласно условии договора у нас определена стоимость выполняемых работ, и кроме этого договором прописано, что заказчик возмещает подрядчику стоимость проезда, проживания его сотрудника. Так вот, именно такие суммы возмещения, согласно последним разъяснениям Минфина, а это еще одно письмо от 9 ноября 2009 года, номер 03-07-11-288, такие суммы возмещения должны тоже попадать в налоговую базу, как суммы, связанные с оплатой работ. Более того, в отношении вот этого нового подхода Минфина есть еще достаточно интересное письмо от 26 февраля 2010 года, номер 03-07-11-37. Чем интересно это письмо? Тем, что называя эти суммы возмещения командировочных расходов суммами, связанными с оплатой, Минфин в обосновании необходимости исчисления налога уже не приводит под пункт 2 пункта 1 ст. 162, а просто отсылает нас к статье 153, которая говорит о том, каким образом мы с вами определяем выручку от оказания соответствующих услуг или выполнения работ. В чем тогда принципиальное различие? Дело все в том, что возможно, что в этом письме Минфин просто опустил ссылку на статью 162, то есть ссылку на то, что эти суммы связаны с расчетами. Но если это сделано умышленно, то это принципиальным образом изменит процедуру исчисления налога. Потому что если мы говорим о суммах, связанных с оплатой, то это значит, что в тот момент, когда исполнитель получит эти суммы возмещения, когда придет оплата, именно в этот момент у него возникнет обязанность по исчислению налога, то есть в налоговом периоде поступления сумм возмещения, налог с них будет исчисляться по расчетной ставке, например, 18 на 118 или 10 на 110, в зависимости от того, какая ставка применялась. Но если мы говорим о выполнении работ, то, безусловно, это 18 на 118. И в этом случае, согласно правилам, утвержденным постановлением номер 914, исполнитель должен будет выставить счет-фактуру себе в единственном экземпляре. Этот счет-фактуру зарегистрировать в книге продаж. Если в последнем письме от 2010 года Минфин, в общем-то, не случайно опустил ссылку на статью 162, то тогда будет получаться, что эти суммы возмещения будет необходимо включать в саму стоимость выполняемых работ. И тогда в данном случае должен быть единый счет фактура, когда сумма налога будет исчисляться по прямой ставке со всей стоимости выполняемых работ. И тогда, соответственно, моментом определения налоговой базы у нас будет являться подписание акта приема передачи работ. То есть непосредственно моментом определения налоговой базы будет являться уже передача работ. Поэтому, если все-таки, я склонна считать, что в письме 2010 года Минфин просто не указал дополнительную ссылку на статью 162, что все-таки порядок работы с возмещением – это порядок, который применяется статьей 162. Что еще у нас попадает в суммы, связанные с оплатой? Это все суммы получаемых штрафных санкций с точки зрения Минфина и Федеральной налоговой службы. Я напомню, что согласно позиции Минфина, если поставщик получает от покупателя некие санкции за ненадлежащие исполнение условий договора, то есть какие-то штрафные санкции, пени, суммы неустойки, то, по мнению Минфина, для поставщика эти суммы следует рассматривать как связанные с оплатой реализованных товаров работ и услуг. То есть в период их поступления, этих санкций, исчислять с них налог на добавленную стоимость по расчетной ставке, выставлять себе счет-фактуру и, соответственно, отражать эти суммы в третьем разделе декларации в 80-й строке. В эту же самую строчку, по мнению Минфина, должны попадать и иные суммы, суммы неких гарантийных обеспечительных строковых депозитов, если речь идет об отношении между арендатором и арендодателем, сколько бы странным это ни казалось. Причем очень интересно, что в комплексном письме от 6 марта 2009 года номер 03-07-11-54 Минфин предлагает исчислять налог даже из тех страховых сумм, которые подлежат возврату арендодателям-арендатору, если, в общем-то, все условия договора аренды будут соблюдены. То есть, получая их, арендодатель должен исчислить с них сумму налога по расчетной ставке, заполнить соответствующую строчку налоговой декларации, эти суммы налога переложить в бюджет, а дальше ситуация. Если все условия договора соблюдены, договор расторгается по истечении срока его исполнения, и арендодатель должен вернуть эти денежные средства арендатору, то согласно норме налогового кодекса никакой возможности дальше эти перечисленные суммы налога с этих страхового депозита вернуть путем налогового вычета у арендодателя нет. Потому что можно произвести налоговый вычет только в случае расторжения или изменения договора и в отношении перечисленных сумм предоплаты, коими эти суммы страхового депозита не являются. Поэтому как должна применяться эта норма в этой ситуации, сказать очень тяжело, но еще раз подчеркну, в многочисленных письмах Минфин настаивает, что все эти суммы страховых депозитов, гарантийных обеспечительных платежей, которые получает арендодатель от арендатора, должны именно облагаться налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 162, как суммы, связанные с расчетами. Еще одна очень важная норма, еще одна очень важная сумма, которая, по мнению Министерства финансов, также должна рассматриваться как сумма, связанная с оплатой реализованных товаров, работ, услуг и должна тоже отражаться в 80-й строке, это тот налог на добавленную стоимость, который мы исчисляем в том случае, если у нас возникают суммовые разницы. Вот вопрос исчисления НДС при возникновении суммовых разниц по настоящий момент является достаточно сложным для большинства налогоплательщиков. Напомню, речь идет о той ситуации, когда у нас согласно условиям договора цена услуги, товаров, работ, услуг определена в иностранной валюте или в условной единице, а оплата уже осуществляется в нашей национальной валюте в рублях. То есть речь идет о тех разницах, которые в бухгалтерском учете у нас являются курсовыми, а в налоговом учете по-прежнему именуются суммовыми разницами. Мне хочется обратить ваше внимание на то, что позиция Минфина в отношении исчисления налога на добавленную стоимость при наличии положительной отрицательной суммовой разницы, начиная с 2005 года, была неизменна. И как подчеркивают представители Министерства финансов, несмотря на поступившие или поступившие и в информационные ресурсы, и в средства массовой информации письмо Федеральной налоговой службы от 24 августа 2009 года номер 3-1-07-674, так вот, несмотря на позицию, озвученную в этом письме Федеральной налоговой службы, Минфин по-прежнему настаивает на применении именно тех норм, то есть на той позиции, которую он озвучил в своем письме еще 19 декабря 2005 года номер 03-04-15-116. Комментируя письмо Федеральной налоговой службы, я еще раз подчеркну, что Минфин говорит о том, что это письмо с ним согласовано не было, и поэтому тот порядок действий, который предлагает Федеральная налоговая служба, Министерство финансов в настоящий момент не разделяет. Так как в данном случае мы должны исчислять налог на добавленную стоимость по версии Министерства финансов? Напомню, в том случае, если на момент платежа курс вырос и у нас образовалась положительная суммовая разница, то эта положительная суммовая разница должна рассматриваться как суммы, связанные с оплатой реализованных товаров, работ, услуг. И именно по подпункту 2 пункта 1 статьи 162 они должны попадать в налоговую базу. То есть на момент поступления с этой положительной суммовой разницы мы должны по расчетной ставке исчислять надолг на добавленную стоимость, выставлять себе в одном экземпляре счет фактуру и отражать в 80-й строке 3-го раздела налоговой декларации, именно в период поступления. Если курс упал, образовалась отрицательная суммовая разница, то согласно разъяснению Министерства финансов, в 21-й главе отсутствуют какие-либо нормы, позволяющие скорректировать ранее исчисленную сумму налога на возникшую отрицательную суммовую разницу. Следовательно, для цели исчисления налога на добавленную стоимость эта отрицательная суммовая разница учитываться не должна. Более того, мне хотелось бы вам напомнить, что когда эта отрицательная суммовая разница будет признаваться во вневрационных расходах при исчислении налога на прибыль, то согласно существующим разъяснениям Минфина при признании расходов, эта отрицательная суммовая разница должна быть очищена от налога на добавленную стоимость. То есть получается тот налог на добавленную стоимость, который содержится в отрицательной суммовой разнице, не будет учитываться и не для цели исчисления НДС, и не для цели исчисления налога на прибыль. Вот такая позиция существует. При этом мне хотелось бы еще обратить ваше внимание, что в этом же самом письме Минфин говорит о невозможности учета отрицательной суммовой разницы только в том случае, если эти суммовые разницы возникают в налоговом периоде следующем, за тем, в котором налоговая база определялась. То есть что это значит? Если мы, например, отгрузку осуществили в декабре 2009 года, то есть и соответствующую исчисленную сумму налога отразили в декларации за четвертый квартал 2009 года, а оплата пришла у нас в марте 2010 года и образовалась отрицательная суммовая разница, то в этом случае отрицательная эта суммовая разница учитываться не должна. Если же, например, мы бы с вами отгрузку произвели в январе 2010 года, то есть налоговую базу мы бы сформировали по курсу, действующему на момент отгрузки, а оплата пришла бы в марте 2010 года, то есть в рамках одного налогового периода, и образовалась бы отрицательная суммовая разница, то мы с вами, согласно статье 166 порядку формирования налоговой базы, уже формируя налоговую базу за первый квартал 2010 года, уже бы учитывали отрицательную суммовую разницу, и базу бы формировали уже с учетом этой отрицательной суммовой разницы. Вот такой нюанс в части исчисления ДЭЦ при наличии отрицательных суммовых разниц есть. Что касается действий покупателя, то здесь, в общем-то, Минфин всегда говорит о том, что в этом случае право на вычет будет реализовываться в общеустановленном порядке. То есть тот покупатель, который в данном случае приобретает такие товары, работы, услуги в том налоговом периоде, в котором он получит счет-фактуру, в котором примет к учету свои приобретения, при условии, что эти приобретения будут участвовать в облагаемой деятельности, и имеет право на заявление налогового вычета. Причем Министерство финансов в этом письме и сейчас, озвучивая свою позицию, еще раз подчеркивает, что налоговый кодекс, согласно нормам налогового кодекса, нет никаких запретов на выставление поставщиком при таком построении отношения счетов фактур как в рублях, так и в иностранной валюте или в условной единице. То, что поставщик выставляет счет-фактуру в условной единице, все равно не лишает покупателя права на вычет входного налога именно в том налоговом периоде, когда все условия для этого вычета складываются. Вот какова позиция Министерства финансов по вопросу исчисления или применения налога на добавленную стоимость в отношении суммовых разниц. Говоря о позиции Федеральной налоговой службы, которая была изложена в этом письме 24 августа, я только хочу подчеркнуть, что в этой позиции в настоящий момент не разделяется Министерством финансов. Ну, во-первых, в этом письме августовском Федеральная налоговая служба нас уведомила о том, что при построении таким образом отношений, то есть когда обязательства выражены в иностранной валюте, счета-фактуры должны выставляться только в рублях. И если мы с вами до этого момента выставляли счета-фактуры в УЕ, то во все ранее выставленные счета-фактуры должны быть внесены исправления. Ну, что это означает для покупателя? Это значит, что если поставщик во все ранее выставленные счета-фактуры внесет исправление, то согласно разъяснениям того же самого Министерства финансов, покупателю надо будет сдать уточненные декларации за все предыдущие периоды, исключив оттуда налоговые вычеты, которые он производил на основании этих счетов-фактур, и отразить эти налоговые вычеты только в декларации того налогового периода, в котором эти исправления в счета-фактуры были внесены. Вот это, пожалуй, самое спорное заключение Федеральной налоговой службы, потому что, еще раз подчеркну, не нормы налогового законодательства, не ранее существующая позиция, которую озвучивал и Министерство финансов, и тогда Министерство по налогам и сборам, и отбитражные суды никогда не чинили препятствия выставлению счетов-фактур в условных единицах или в иностранной валюте. И никаких изменений в налоговом законодательстве в августе 2009 года не произошло. Но, кроме того, Федеральная налоговая служба, кстати, в отличие от позиций Министерства финансов, предлагала учитывать и положительные, и отрицательные суммовые разницы. Но только механизм вот этого учета тоже вызывал определенные сомнения. Что предлагала делать в этом письме Федеральная налоговая служба? Ну, она, прежде всего, предлагала при отгрузке выставлять счета фактуры в рублях, соответственно, по курсу действующему на момент отгрузки. Ну, например, если отгрузка осуществлялась в декабре 2009 года, значит, в декабре 2009 года выставлялся рублевый счет фактуры. Дальше, например, когда в марте 2010 года поступала оплата, вне зависимости от того, образовалась положительная или отрицательная суммовая разница, Федеральная налоговая служба предлагала вносить исправление в ранее выставленный рублевый счет фактуру, то есть пересчитывать числовые показатели, а дальше регистрировать исправленный счет фактуры в книге «Продаж», то есть налогового периода поступления оплаты, то есть первого квартала 2010 года, вот на эту сумму, на разницу между тем, что было в счете фактуры, и тем, как мы эти исправления внесли, вот на эту дельту. Если дельта положительная, то, соответственно, регистрация осуществляется со знаком «плюс». Если дельта отрицательная, то есть отрицательная суммовая разница, то в счете, в книге «Продаж» производится регистрация показателей со знаком «минус». Тем самым идет уменьшение налоговой базы в период поступления оплаты. То есть тем самым Федеральная налоговая служба говорила, что она учитывает то мнение, которое сформировалось у высших судебных инстанций в отношении правомерности уменьшения сумм налога на отрицательную суммовой разнице. Действительно, такая позиция была сформирована. Действительно, Президиум высшего арбитражного суда еще 17 февраля 2009 года в постановлении номер 91.81.08 отметил, что если мы говорим о невозможности учета отрицательных суммовых разниц у поставщика, то мы тем самым обязываем его уплачивать налог с неполученного дохода, что противоречит нормам налогового кодекса. Вот таким образом, такой последовательностью действий Федеральная налоговая служба решила учесть сформированную позицию высшей судебной инстанции. Ну а что касается в этой ситуации вычета у покупателя, то мы с вами хорошо понимаем, если покупатель в этой ситуации приобрел товары, работы, услуги в декабре 2009 года и заявил налоговый вычет на основании рублевого декабрьского счета фактуры, то после оплаты в марте месяце, когда поставщик внесет в этот счет фактуру исправления, покупателю придется сдать уточненную декларацию за 4 квартал 2009 года, исключить оттуда соответствующие налоговые вычеты и заявить их уже в первом квартале 2010 года, исходя из реальной суммы налоговых вычетов, которые уже соответствуют внесенному платежу. Вроде бы внешне все это выглядит в тех рекомендациях Федеральной налоговой службы вполне логичным, однако сложно себе представить, как будут складываться эти отношения, если, например, платежи будут идти несколькими суммами, то есть как в счет фактуру можно будет внести 5, 10, 15 исправлений, и как после этого можно будет разобраться, какие показатели на какие и с какой датой были изменены. И кроме того, мы понимаем, в какой ситуации в этом случае попадает покупатель, который будет вынужден после каждого платежа производить сдачу уточненной налоговой декларации и переносить свои налоговые вычеты на период платежа. Вот именно это, видимо, вот такой подход и не нашел поддержки у Министерства финансов. Еще раз подчеркну, при работе с суммовыми разницами мы все-таки, по мнению Минфина, должны руководствоваться его позицией, озвученной 19 декабря 2005 года, а значит, эти наши с вами положительные суммовые разницы должны будут попадать вот в эту самую 80-ю строку третьего раздела налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. Ну и последнее, наверное, на что бы хотелось обратить ваше внимание, это достаточно полезное, интересное письмо Министерству финансов от 6 ноября 2009 года, номер 03-07-11-285. В этом письме Министерство финансов разрешило нам в отношении наших рекламных расходов в течение календарного года производить довычет суммы налога, как раз относящегося к этим рекламным расходам. То есть что это означает? Мы с вами помним, что налоговый кодекс содержит такую жесткую норму, что если речь идет о расходах, нормируемых в целях исчисления налога на прибыль, то вычет входного налога по таким расходам тоже производится в пределах норматива признания расходов. И в этом случае возникала какая ситуация? Предположим, в первом квартале у нас с вами осуществлялись рекламные расходы, то есть мы с вами раздавали в рекламных целях какие-либо товары, работы, услуги, и по этим товарам, работам, услугам у нас существовал входной налог. То вполне возможно, что складывалась следующая ситуация. У нас была достаточно большая сумма входного налога, но когда за первый квартал мы с вами рассчитывали норматив признания расходов при исчислении налога на прибыль, мы понимали, что в расходах мы признаем по прибыли не все наши расходы, а только какую-то их часть, например, 50%. И в этой связи мы могли произвести и налоговый вычет входного НДС в размере 50%. Но с точки зрения исчисления налога на прибыль, в следующем отчетном периоде, в полугодии, наш норматив мог увеличиться. И за полугодие мы с вами в целях исчисления налога на прибыль могли уже признать все рекламные расходы. А что в этом случае было дело с налогом на добавленную стоимость? И очень долго Минфин нам разъяснял, что поскольку налоговый период по налогу на добавленную стоимость уже закончился, то есть первый квартал, то да, принять оставшуюся часть входного налога мы с вами в следующем налоговом периоде уже не можем. Теперь вот в этом письме Минфин изменил свою позицию и счел вполне справедливым до принятия сумм налога на добавленную стоимость по рекламным расходам в течение налогового периода по налогу на прибыль, то есть в течение календарного года. Ну и, наверное, все-таки не могу не показать еще одно письмо комплексное, обратить ваше внимание на все-таки сейчас возникающие вопросы в отношении возможности вычета налога на добавленную стоимость в части возмещения коммунальных платежей. То есть от той ситуации, когда арендатор возмещает арендодателю коммунальные платежи. В этой части ничего нового в отношении подхода Министерства финансов и Федеральной налоговой службы не изменилось. То есть, как и ранее, Минфин настаивает на том, что ни о каком возмещении НДС в отношении таких коммунальных расходов речи идти не может. Только в том случае, если у нас договором именно предусмотрено возмещение таких коммунальных услуг. Еще раз эту позицию просто достаточно подробно Федеральная налоговая служба сейчас озвучила в письме от 4 февраля номер ШАЭС-22-3-86. В этом письме нам налоговая служба напомнила, что речь идет о возмещении коммунальных платежей, то о вычете у арендатора, в данном случае о вычете речи идти не может. Но с другой стороны, здесь нам Федеральная налоговая служба напомнила о том, что мы можем заключить наш договор иным образом, предусмотрев в нем некую основную постоянную часть арендной платы и некую дополнительную арендную плату, которая как раз и будет рассчитываться на основании этой суммы возмещения. И тогда, если все это в совокупности у нас с вами будет представлять стоимость услуги по аренде, то тогда на всю эту стоимость мы с вами будем начислять налог на добавленную стоимость и, соответственно, будем давать возможность нашему арендатору в полном объеме производить налоговый вычет. Ну, напоминают нам здесь также и о том, что мы можем заключать отдельный договор на оказание определенного вида услуг, и тогда уже эти услуги облагать налогом на добавленную стоимость и давать возможность налогового вычета нашему арендатору. Ну, и здесь также упоминается вполне встречающая ситуация, когда наш арендодатель выступает в роли посредника между арендатором и поставщиками этих коммунальных ресурсов. Вот, пожалуй, все основные моменты, связанные с исчислением налога, пожалуй, те основные актуальные вопросы исчисления налога на добавленную стоимость, которые возникают сейчас, в 2010 году, те основные моменты, на которые мне хотелось обратить ваше внимание. Надеюсь, что вся полученная сегодня на семинаре информация будет полезна и будет вами использоваться в работе. Всего вам доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова